Благоценный Господь Ты творишь все, что Ты хочешь на небе и на земле Возлюбленные, мы хотим творить вместе с Тобой Чтобы нам не быть наблюдателями, а быть участниками Потому что Ты доверил нам эту добрую долю и честь Творить историю с небесами Исцелять прошлое, созидать настоящее И утверждать будущее Дух Святой, у нас есть это право У нас есть эта привилегия, и мы хотим ей пользоваться на сто процентов Поэтому, Боже, прости за беспечность в народе Твоем Прости, Господь, когда комфорт может усыплять Когда Твои благословения можно использовать неправильно Прости за это, Господи Но я благодарю Тебя, что есть те, которые желают Умножать хвалу Тебе Своей жизнью Своим сердцем, своим временем, своим посвящением Умножать царство Твое на планете Земля Я благодарю Тебя, что нам эта честь оказана И мы вошли в нее Как в новый сезон, чтобы усилиться И действовать Чтобы быть теми людьми, которые чтут Своего Бога Боже, я благодарю Тебя, что в нашем духе Есть почтение к Тебе Ты его сам произвел Ты сам дал ему, Господь, в наши сердца вселиться И сейчас во имя Иисуса Христа Пусть пределы Того почтения расширятся Я благодарю Тебя, Равира Глори, Караварда, Блесса, Плод Потому что люди, чтущие своего Бога Не стоят в стороне, а усиливаются Потому что век стареет Беззаконие множилось Но чтобы в нас не охладела любовь Мы стоим пред Тобой и говорим Господи, наблюдай за тем, что есть в духе нашем Наблюдай за тем, что есть в сердцах наших Наблюдай, Господь, за тем, что есть в вере нашей Что ожидаем мы сегодня Что ожидаем мы от этой ночи Что мы ожидаем от отношений с Тобой Что мы ожидаем от слушения Тебе О, папочка Я так многого жду Когда небо разверзнется И прольется водопадами Твоя слава на землю Когда-то просто ворвется сюда Чтобы всякое беззаконие Закрыло свои уста Чтобы Господь Каждое колено преклонилось Каждого правителя О, Господь, Признав Твою власть Признав Твое могущество Признав Твое величие Не тогда, когда будут кричать горы и холмы Падите на нас И сокройте от лица сидящего на престоле Но, Господь, я жду то слово, которое сказано у Исаии Что всякое плоть узрит спасение Твое Когда исправляются кривизны Когда неровные пути делаются гладкими Когда всякая гордость и надмение Как гора и холм понижаются Когда долины наполняются ведением и славой Твоей Тогда узрит всякое плоть Тогда узрит всякое плоть Папочка Поэтому я прошу Об этом явлении Спасение Господне Чтобы не просто увидели, но бежали В имя Твое, как крепкую башню Поэтому я молюсь, Господи Когда становилось известно, что Ты в доме То город приходил в движение Я прошу Тебя Являй себя Являй себя в этом городе Являй себя в этом народе Являй себя, Господь Среди церкви Твоей Среди невесты Твоей Среди возлюбленной Твоей Являй себя, Господь Являй себя Пусть нас будет меньше, а Тебя больше С каждым разом Чтобы нас меньше, а Тебя больше Тебя больше Тебя больше Я благословляю эту ночь Потому что знаю, что Ты, Господь Бодрствуешь в ночи Не Ты с нами, а мы с Тобой Потому что когда-то Ты попросил Бодрствовать с Тобой хотя бы час И поэтому мы сейчас стоим пред Тобой И говорим, Боже, Ты всегда в бодрости Но мы приносим Тебе и свое решение И свое желание Поклоняться Тебе С каждым днем С каждой неделей С каждым услужением Все больше Больше И больше Пусть церковь Твоя Невеста Твоя Облекается в торжественной одежде Пусть святость Твоя Становится образом жизни И помыслы наши Удовлетворяют небо Господь, я прошу Тебя Чтобы Твои мысли стали нам доступны Подними нас на свои пути И подними нас до Твоих мыслей Любимый Мы Тебя просим об этом Потому что Ты когда-то сказал Мысли мои не ваши мысли Пути мои не ваши пути Говорит Господь Но как небо выше земли И так мои мысли выше мыслей ваших И пути мои выше пути ваших То Господи нам туда самим не добраться Но я благодарю Тебя за Твой лифт Святого Духа Я благодарю Тебя за Твой магнит Который притягивает нас Размышляющих так Что с Богом все возможно Поэтому, любимый Мы принимаем от Тебя сейчас Эту взаимосвязь Эту крепкую взаимосвязь магнита Когда Ты притягиваешь то Что само подняться не может Мои блат рави такуна то ли да сплэжес Я благословляю сейчас каждого из нас Дать Тебе почистить эту площадку Магнита сердца нашего Лакуна, фатор, мира, калиплада, блэс Чтобы никакая ржавчина не помешала Крепкому сцеплению Поэтому, Господи, пройди сейчас Очистительной кровью Своей И смой с нас Любую ржавчину Любую перегородку Дух Святой, я благодарю Тебя Что нам так ценно Находясь в Твоем присутствии Знать, что мы в Твоем цеху Обрабатывающем цеху Где Ты сел переплавлять сынов левиных Где Ты пришел, чтобы убирать шлак И Ты сказал Что когда я это очущу То будете приносить мне жертву Благоугодную Папочка Мы не хотим приносить жертвы Которые не будут Тебе благоугодны Мы не хотим на это тратить время Силы Мы не хотим делать никакой вид А мы хотим жить и быть Жить и быть Так, как Ты нам предназначил Аллилуйя, Джизус Гуд войс, май каменопран Аллилуйя, гамана Тулибаса, Кюрегер, Клида, Фалаварда, Глэстас Команда, Гута, Лида, Парта, Ред, Антули, Клайт Май гад, Равира, Поливарда, Блэссер Я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, родной Я благодарю Тебя, что Тот, Кто в нас Нас и позвал А мы откликнулись на Твой призыв Боже, мы не хотим стоять в стороне От такого великого Бога Который уже предназначил нам победу И сказал побеждающему, да И мы принимаем силу этой победы Мы принимаем силу победы, которая нам уже дана во Христе Май гад, Аллакина, Поливанда, Блэссер Лори Фрайс, пусть Господь из теории Все это превращается в реальные дела В реальную практику В реальные результаты В реальные взятые рубежи В народе Твоем Поэтому, Господи, за все рубежи, которые остались позади Я Тебя благодарю Но у нас есть еще что брать О май гад, Аллакина, Поликанда, Блэссер У нас есть еще что покорять в Твою славу У нас есть еще какие трофеи забрать у врага Май гад, Аллакина, Поливарда, Блод Лавара, Турида, Седамир, Крайсис Ливарда, Глори, Караванда, Глори, Кладор Гитфлида, Блэссер Дух Святой, слава Тебе Слава Тебе, родной Слава Тебе, Джизус Гуд Фаттер, Мира Клэссер Прости за годы простоя Когда это могло быть В чьей-то судьбе В чьей-то жизни Прости, Господи, за те остановки Которые оказались критичными Но я благодарю Тебя, что у Тебя есть возможность Как у начальника времени Все возмещать Возмести же, Господи Возмести же, Господи По богатству славы Соедини время Соедини эти точки Прошлого и настоящего Чтобы все поражения остались на кресте А победы с креста пришли в нашу жизнь Поэтому, Господи, я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, что мы уповаем на силу креста Твоего На силу голговского подвига Потому что Ты смотришь На подвиг души Своей издовольств Слава Тебе за это Слава Тебе, любимый Ты с довольством смотришь Сегодня на церковь свою Я так верю, любимый Потому что мы Это не произведение наших решений А это Твой труд В каждой судьбе В каждом сердце Это Твой труд Позволь нам пролиться Как вода пред Тобой Чтобы эту воду Пришел ангел и мог возмутить Превратив ее в ту бурю небес Которая может брызгами своими оживлять Брызгами своими воскрешать Брызгами своими исцелять Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя, родной Я благословляю сейчас каждого человека Познавая волю Твою Познавая могущество, славы Твоей Не оставаться в стороне Обижать в Твои объятия Обижать в объятия любви Оставить там все заскорузлое Оставить старые одежды Принять новый, новый, новый Перстень на руку Кто его потерял или продал На какие-то компромиссы этого мира Господь Но мы пришли, чтобы опять принять Из отцовских рук Перстень на руку Господь, благодарю Тебя Новая одежда, новую обувь Обновляй 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 нас для себя Я благословляю молитвенным духом Каждого, кто будет брать микрофон Кто будет стоять там и молиться, где стоит Пусть Господь молитвенный дух Сейчас придет с пророческими словами И опочиет на каждом Если Саул оказался во пророках То тем более те, которые исполнены Уже сегодня верой в Тебя И Духом Святым Да будут пророческие дары подниматься Да будут пророческие потоки Гейзеров возвышаться с этого места Отец, благодарю Тебя за долину Ведения Которая наполняется славой Твоей Будь благословен Будь благословен среди народа своего Среди искупленных Твоих детей И я благодарю Тебя, что мы здесь Для того, чтобы обновились крылья наши Обновился внутренний мир наш Чтобы мы сказали Господи, дай свой ветер А мы ляжем на него На этот поток мы ляжем Чтобы Ты поднял нас и дал скорость Как это делает орел Поэтому под крылья наши Дай нам Твой ветер Дай Твой ветер, любимый Новых масштабов, новых возможностей Чтобы нам подняться Над всякой бурей этого мира И смотреть от престола славы Так, как видишь Ты О май гад, оловина, пластас Чтобы мы могли благословлять Тебя в действии А не просто видеть факты Отец, я благодарю Тебя, что мы прежде всего Носители Твоего Царства Поэтому пусть этот небесный патриотизм Умножается Чтобы нам знать О чем и о ком Молиться в эту ночь Поэтому, Господи, передаем Тебе Режиссуру этого времени Передаем Тебе каждое мгновение Этой ночи И благословляем Тебя Быть благословением Пролиться этим благословением В нас В каждое сердце В каждый голос В каждый звук В каждое движение В каждую мысль Посети, Господь Своим светом Своей ясностью Я благодарна Тебе, что мы можем Вместе с Давидом Произносить те слова Которые он когда-то сказал Хвалите Господа с небес И мы, Господь, поднимаем сейчас На Твои небеса Чтобы хвалить оттуда Хвалите Его Вышних Боже, мы не здесь на земле Мы Вышних хвалим Тебя Хвалите Его все ангелы Его Хвалите Его все воинство Его Хвалите Его солнце и луна Хвалите Его все звезды света Хвалите Его небеса небес И воды, которые превыше небес Да хвалят имя Господа Ибо Он сказал И они сделались Повелел и сотворились Поставил их на веки и веки Дал устав, который не придет Хвалите Господа от земли Великие рыбы и все бездны Огонь и град Снег и туман Бурный ветер Исполняющий Слово Его Ветер Ты нам нужен Ты исполняешь Божье Слово И Ты когда-то пришел Ветер на горницу Где были собраны Апостолы будущие Как ученики, которые ожидали Ты пришел туда, ветер С огненными языками Принеси нам эти языки Сегодня В новом объеме В новом масштабе Чтобы эти языки Почили сейчас на каждом из нас Отец, я благословляю Я благословляю Прямо сейчас Огненными языками Потому что Твой ветер Имеет эту способность От престола славы взять От огня Твоего И положить на наши головы Новую меру помазания огня Потому что Ты ждал Когда этот огонь возгорится Но время пришло сейчас ему гореть Время пришло нам пылать этим огнем А не тлеть Поэтому ветер принеси Новую меру огня Благодарю Тебя, Господь Что Он исполняет Твои определения Горы и все холмы Дерева плодоносные Все кедры Звери И всякий скот Присмыкающиеся И птицы крылатые Цари земные И все народы Князья И все судьи земные Господь, мы сейчас приглашаем Всех царей Всех князей Поклониться Тебе В эту ночь Поклониться Где бы они ни находились Во имя Иисуса Христа Мы творим сейчас Слово в историю И мы говорим Вы цари И вы князья Вы приходите Чтобы поклониться Царю царей И Богу богов И Господу Господствующих Придите и поклонитесь Положите венцы свои Пока время еще Не закончилось для вас Поэтому мы вас Приглашаем Это сделать Цари земные И все народы Все народы Все народы Все народы Населяющие эту землю Придите и поклонитесь Царю царей Придите и поклонитесь Господу Господствующих Придите Время близко Время завершается А вам надлежит Успеть поклониться Юноши и девицы Старцы и отроки Дохвалят имя Господа Ибо имя Его Единого Превознесено И имя Твое Господь Превознесено Слава Его На земле И на небесах Боже Это так удивительно Но слава Твоя Утверждена на земле И на небесах Поэтому мы усиливаем Эту славу Мы усиливаем Эту славу на земле Мы усиливаем Эту славу на земле Боже Мы усиливаем Как живые Твои дети Как представители Твоего царственного рода Поэтому усиливаем Славу Божью На земле Славу Божью на земле, как и на небесах Он возвысил рог народа своего Славу всех святых своих, сынов Израилевых Народа, близкого к Нему Господь, мы близкий народ к Тебе Мы близкий народ к Тебе О, Отец, спасибо Тебе, что Ты о нас помечтал когда-то Чтобы приблизить к Себе, чтобы съединить с Собой Чтобы сделать одним народом под головою Христа И я благодарю Тебя за это Аллилуйя Тебе, любимый Аллилуйя Тебе, верный, вечный, живой Аллилуйя, глори, 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 лейда, плежис Аллилуйя, аллилуйя Хвала Тебе до небес Хвала Тебе, великому, могущественному, творящему все новое Хвала Тебе, хвала Тебе, хвала Тебе Любящий миловать и спасать О, Равара Турида Прейсис Мы строим жертвенник хвалы Жертвенник чести Жертвенник поклонения Жертвенник любви Жертвенник жизни Спасибо Тебе, родной Спасибо Тебе, и мы можем Тебе поклоняться Мы можем утверждать Твое Слово Мы можем утверждать Твою Победу И мы славим Тебя и превозносим Тебя, Господь А теперь включай все свои ресурсы И голос, и руки, и ноги Прославляй Бога Утверждай Его Танцуй на развалинах, если такие есть в твоей жизни Но танцуй так, чтобы развалины стали стенами укрепленными Владимир, выводи хороводы Нам не хватало твоих хороводов здесь Я халу тебе пою Господь Сотрясаем пласты истории Освобождаем от пепла От праха От цепей От кандалов От лжи врага Встряхиваем с тебя Россия Весь этот пепел Потому что Бог наш творец истории И Он начальник времени И первосвященник нашего исповедания Сказал близко слово Оно в устах твоих Иисус, пройди сейчас историю этой земли Пройди историю этого города Пройди сейчас Проникни туда В историю церкви Также проникни Все доброе Поднимай Все под завалами Доставай О май гад Аллата Плэджерс Слава тебе Слава тебе Слава тебе Слава тебе Слава тебе, что Дух твой пронесает все И глубины И глубины Божьей И глубины истории И глубины личности И глубины судеб Ты все пронизываешь собой Слава тебе Слава тебе Гасанда Гота Редесей Проникай 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 Сейчас Каждую клетку Доставай с ДНК А ту память Которую нам надо поднять Как жители России Поднимай доброе Поднимай вечное Поднимай ценное Поднимай Из глубин Из глубин Из глубин Сердец Поднимай О, камон Дэй, да круто садос Поднимай Из памяти Все, что было засыпано Поднимай, Господь Поднимай на поверхность Поднимай Поднимай Поднимай, любимый О, лавира парадурит Эй Пентавардас Всякий асфальт Твой росток пробивает Слава тебе за это Слава тебе Слава тебе, отец Слава тебе, отец Радость перед Господом Подкрепление для Божьего народа Кому нужна крепость Радуйся в Боге Радуйся и умножай эту радость В своей судьбе И в жизни окружающих людей Потому что Божье Слово говорит И перед нашими ли глазами Забиралась пища Веселье и радость У народа моего Боже, а мы сейчас возвращаем Все, что было украдено За эти годы Мы возвращаем В современную церковь То, что дьявол смог украсть И мы говорим И эти трофеи мы забираем Мы забираем эти трофеи радости Мы забираем трофеи Доржества в Боге нашем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ветер пошел Ложись на поток Иисус победитель Поток Духа Святого здесь Ложись на поток И стой в стороне О, Отец Иисус победитель Иисус победитель Иисус победитель Иисус победитель Иисус победитель Иисус победитель Принимаем доступ к потоку И входим в него Иисус победитель 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 Если ты в это веришь, радуйся пред Богом. Победа тебе уже принадлежит над всем, что удерживал враг. Он не может удерживать, когда ты радуешься, когда ты доверяешь Богу и провозглашаешь Его победу в свою жизнь. Он не может больше удерживать того, что держал годами. Его когти, они получают удар меча, удар Божьего меча в Санта Блэжа Спрей. И он выпускает добычу, он не может ее удержать. И ты сказал Господь, что все проглоченное виллом ты возвратишь. О, Аллилуйя, все проглоченное. Вавилоном и виллом мы забираем назад, мы забираем Твое Царство, мы забираем. Слава тебе, папочка. Пусть ангелы твои идут в эти темные места и достают все сокровища во тьме и во мраке, чтобы они принесены были в Твое Царство, принесены были в судьбы Твоего народа, в наши города, в эту землю и распространились дальше. О, камон, дэйта фрута с салами терпесом. Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! аллилуйя слава 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 аллилуйя слава богу друзья спасибо за активность если кто-то в это время смог заснуть то это удивительно а вы знаете друзья кто из вас знаком кто не знаком но у нас февраль месяц он особенный месяц для божьей армии так как у нас в конце месяца ну это будет в основном следующая пятница но у нас мы с этой пятницы уже начнем благодарить бога за пройденный путь наших ночных молитв потому что у нас в завершении этого месяца 22 года ночных молитв это такой скажем интересный знаковый до год число 22 когда мы прошли 22 год он не был простым но мы вступаем 23 год наших молитв и уже вступили 23 год этой земли 2023 понятно молитв 23 я хочу сейчас прочитать короткое слово из старозакония 8 глава если там можно уже подготовить да все заповеди которые я заповедую вам сегодня старайтесь исполнять дабы вы были живы и размножились то есть господь дает нам возможность не только знать его для нас предложение но еще и размножиться потому что в этом его план но если мы начинали ночные молитвы нас было 7 человек то конечно мы размножились и размножаемся и будем размножаться по божьему слову и и пошли не только размножились и пошли и завладели доброй землею которую склятвую обещал господь бог отцам вашим нашим отцам праотцам не только во враме но и в наших прародителях и людях которые молились за эту страну бог что-то обещал и мы знаем эти пророческие слова которые уже неоднократно произносили и продолжаем на них уповать вставать и помни весь путь которым вел тебя господь нам очень важно помнить весь путь конечно те которые с нами не были вы не можете помнить ту часть пути но те которые были от старта они ну не знаю есть тут тут от старта слышали спасибо что слухами земля полнится да слышали а теперь участники слава богу но в любом случае это тоже радует друзья те которые раньше молились может быть тоже эстафету передали но в основном это люди которые сейчас служат богу служат в разных городах в разных церквях поклоняются богу так как они понимают разумеют но давал господь тогда иметь стартовую площадку с которой мы двигались и поэтому я сейчас хочу еще пару текстов прочитать и посмотрим фрагменты тех ночных молитв которые у нас были за прошедшие первых десять лет первых десять там у тебя да вот поэтому сначала на следующий на следующий ночной мы просмотрим остальные части до которые сделали но дело в том что праздничные молитвы раньше я приглашал очень много людей из разных церквей кто из вас помнит сразу разных пастеров сейчас у меня почему-то нет на сердце это делать если кто-то пожелает из пастеров конечно будем очень рады очень рады если придут но дело в том что если люди не посещают постоянно то они не находятся тогда в этом потоке и очень трудно тогда а до них ориентироваться и это когда последние праздничные такие были я поняла что это не то что мне хотелось бы поэтому мы как-то остановили такого формата да человеческий а вот божий пусть он будет усиливаться и приводить сам людей кому надо действительно в этом потоке быть поэтому помни весь путь в котором вел тебя господь бог твой по пустыне вот уже ну тут 40 лет нас 22 года не скажу что это было прям совсем пустыня спасибо никита за такую перспективу я думаю что пораньше пораньше мы там окажемся в земле обетования чтобы смирить тебя вот оказывается причины да какие удерживают в пустыне чтобы испытать тебя и узнать что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет я думаю что если господь за 22 года эти вещи узнал то нам уже не надо 18 мы принимаем переход в земле обетования потому что восемь лет назад когда мне господь сказал по отношению к церкви да тогда восемь это было в декабре а восемь наше открытие церкви будет уже в мае но в любом случае вот тогда как раз он и сказал что я введу в землю обетования поэтому я верю что мы туда уверенно отправились и кто-то может быть помнит наше первое служение мы туда вносили огромную гроздь винограда надутых шариков и несли ее ну тогда не саглядатые просто наши братья и поэтому этот тот символ который нас сейчас также ведет вперед и для этого сейчас наши молитвы и для этого наши ожидания и сегодня я хочу об этом вместе с вами молиться ну чуть позже а сейчас поблагодарить бога вот за эти процессы которыми он занимался нашими сердцами и те люди которые были готовы слышать божий голос и корректировать себя то конечно эти люди готовятся войти в землю обетования знаете разные люди были и есть рядом с нами и не мы определяем кому туда войти определяет сердце человека послушная божьему голосу вот тогда когда есть это послушание то есть изменение есть преображение есть рост есть развитие есть влияние есть плод и так далее пусть это будет в жизни каждого из нас он смирял тебя томил тебя голодом и питал тебя манную который не знал ты и не знали отцы твои дабы показать тебе что не одним хлебом живет человек но всяким словом исходящим из уст божьих то есть господь нас питал своим словом своими откровениями сколько откровений за ночные молитвы получали люди я сама получала их очень много в течение ночных молитв одежда твоя не ветшала на тебе нога твоя не пухла вот уже 40 лет и знай в сердце твоем что господь бог твой учит тебя как человек учит сына своего и так храни заповеди господа бога твоего ходя путями его и боясь его и и вот это как раз вопрос страха господнего сейчас очень актуален страх господин сегодня потерян к сожалению во многих и христианских сердцах потому что пришла какая-то вот размытость границ и страх господин эти границы четко строят отсутствие страха господни убирает границы когда легко люди могут осуждать обсуждать попадать под эту плесень либо становиться сейчас на ту или на другую сторону в политических вопросах вообще-то мы не для этого здесь мы здесь для того чтобы менять ситуацию в политических вопросах но не таким образом а подниматься выше и вот над этим уже всем пространством утверждать божью волю ибо господь бог твой ведет тебя в землю добрую землю где потоки воды источники и озера выходят из долины гор в землю где пшеница ячмень виноградные лозы смоковница гранатовые деревья в землю где масличные деревья и мед в землю в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка в землю в которой камни железо и из гор которые будешь высекать медь и когда будешь есть и насыщаться тогда благословляй господа бога твоего за добрую землю которую он дал тебе берегись чтобы ты не забыл господа бога твоего и не соблюдая заповеди его и законов его и постановления его которые сегодня заповедую тебе когда будешь есть и насыщаться и построишь хорошие дома и будешь жить в них и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота это уже идет речь о транспорте друзья у кого он есть крупные и мелкие и будет много и будет много серебра и золота и всего у тебя будет много то смотри чтобы не надмилось сердце твое вот этот текст меня очень всколыхнул внутри потому что я понимаю за этот период жизни своей жизни за период развития церкви за период молитвы я вижу как многие люди которых бог стал поднимать поднимать в талантах поднимать в дарах но что-то происходит внутри и люди сваливаются и вот это как раз смотри чтобы не надмилось сердце твое друзья это предостережение не человеческое божье я так хочу тебя благословить я так хочу тебя размножить я хочу тебя поселить в лучшие дома я хочу дать тебе крупный мелкий скот я хочу тебе это дать но сердце то это твоя ответственность чтобы оно не надмилось потому что это опять же не мы определяем мы можем видеть уже по факту да когда с человеком что-то происходит мы это начинаем замечать но в этот момент человек не слышит ты ему можешь говорить он не слышит уши как-то знаете какими-то пробками берушами забиваются так что человек уверенно извините за такое слово прет вперед но не туда потому что он для себя увидел какую-то цель и он туда просто рвется как волны убой и поэтому я хочу сегодня помолиться о тех людях которые попали вот в эту сеть но чтобы и нас Господь сохранил от нее потому что то что нас ждет это больше чем то что мы имеем это больше чем то что мы знали но чтобы туда прийти вот с этим предостережением а ты смотри смотри наблюдай потому что эти первые сигналы это знает только сам человек и Бог а мы уже начинаем видеть когда плоды появляются горькие потому Господь предупреждает чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа то есть тогда все предложения этого мира становятся увлекательными потому что тогда уже ну Господь я же тебе сколько-то послужил ну уже хватит теперь я пошел свои цели достигать который Бога Твоего который вывел тебя из земли египетской из дома рабства который провел тебя по пустыне великой и страшной где змеи василиски скорпионы места сухие на которых нет воды который источал для тебя источник воды из скалы гранитной питал тебя в пустыне манной который не знал ты и не знали отцы твои дабы смирить тебя испытать тебя чтобы в последствии сделать тебе добро И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвую утвердил Отцам твоим. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим видео, а потом помолимся на эту тему, поблагодарив Бога за пройденный путь и о тех людях, кому необходимо оказаться сегодня в исцеленном состоянии, глаз и сердце. Дух зовет на глубину, дух зовет в свободу жизни с ним, Дух зовет на глубину, дух зовет в свободу жизни с ним, к жизни в победе. Ходит так, как в диким свет, врушая страх, но сам боится тем, кто живет во мне. Духом твоим, духом огня очисти Бог меня. Духом твоим, духом огня ведется твоя война. Духом твоим, духом огня ведется твоя война. Дух зовет на глубину, дух зовет в свободу жизни с ним, к жизни в победе. Ходит так, как в диким свет, врушая страх, но сам боится тем, кто живет во мне. Духом твоим, духом огня очисти Бог меня. Духом твоим, духом огня ведется твоя война. Духом твоим, духом огня ведется твоя война. Духом твоим, духом огня ведется твоя война. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы можем сегодня, вспоминая, оборачиваясь назад, благодарить Тебя за каждый год, за каждый день, за каждый месяц, за каждую неделю, за каждое сердце и за каждое откровение, которое Ты давал. Господь, за всех людей, которые за эти годы были вместе с нами. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за все, что рождено через молитвы. Я благодарю Тебя за каждый ответ, который пришел. Господь, это все Ты. Это все Твоя благость. Это все Твоя милость. Это все Твое величие, которое Ты проявлял и проявляешь и в городе, и в стране. И я верю, Господи, что мы гораздо больше увидим результатов, когда мы уже встретимся с Тобой, и когда Ты покажешь нам пройденный путь, когда Ты покажешь, что Ты делал по молитвам святых, но мы не хотим молчать, мы не хотим и сегодня, Господь, останавливаться, независимо от того, где многие оказались сейчас. Но я прошу Тебя, Господи, потому что Ты сказал, не начало славит дело, а конец. Поэтому благослови нас до конца дойти, до конца быть верными, до конца быть сильными и укрепленными Тобой. Поэтому во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Равира Плада Сурикрида Фрест. Я благодарю Тебя, Влад Джизус. Вот эти сейчас мы просмотрели 10 лет, но у нас уже больше, еще плюс 12. И я благодарю Тебя, Господи, за каждый год. Я благодарю Тебя за каждую деталь. Я благодарю Тебя за все Твои милости, проявленные в нашей судьбе. Я благодарю Тебя за здоровье и крепость, которые Ты умножал и умножаешь. Я благодарю Тебя за каждую отраженную стрелу. Я благодарю Тебя за каждое пламя нечистого мира, которое Ты погасил и поглотил своим огнем. Слава Тебе за это. Слава Тебе, любимый. Слава Тебе, родной. О май гад, Аллакина, Поливарда, Блесса, Пластас, я благодарю тебя, что ни один план дьявола, он не сработал в нашей жизни, он не сработал, потому что мы от них отреклись, и мы назад, Господь, никогда не поворачиваемся для этого, а мы говорим, все отсечено, все отсечено, все намерения ада, они ничтожны, они ничтожны по отношению к каждому из нас, потому что ты сказал, ты произнеси, не состоится и не сбудется, и мы это произносим, никакой коварный замысел о нас и о детях наших, и о внуках наших, и об имуществе, и тем более о церкви, не состоится и не сбудется, слышишь, враг, не состоится и не сбудется, не состоится и не сбудется, потому что есть бодрствующий и есть хранящий свой завет в наших судьбах. Я благодарю Тебя за это, Дух Святой, я благодарю Тебя, что на нас печать Твоей вечности, я благодарю Тебя, Боже, Майгута Лата Пита Престесен, я благодарю Тебя, что мы запечатлены вечностью, Ты в Дух наш вложил эту печать, и она видна сегодня и снаружи, и я благодарю Тебя за это, Майгута Лакина Фали Плэджа Прайтас, И благословляю это время, благословляю нас погружаться в глубины, но, Господи, мы хотим помолиться о тех, которые поддались тщеславию, кто попался в какую-то сеть из этого, кто, Господь, попался в ловушку лжи врага, кто стал слушать то, что принесло яд в сердце, Господи, я молюсь к Тебе, пройди сейчас по этим домам, пройди, Господь, по тем местам, где еще есть и живые на земле люди, уже кого-то нет на земле, но те, которые живы, и которые сегодня с нами, мы благословляем, Боже, мы благословляем тех, кто живет на планете Земля, тех, кто живет в этом городе, но оказался в ловушках и капканах дьявола, Майгат Лакана Плэда Плэйзер, пройди сейчас, Господь, в эту ночь и помажь глаза мазью, помажь глаза сердца, потому что бесполезно говорить по-человечески, но если ты проговоришь, то человек услышит, поэтому Дух Святой сделай это, сделай это и возбуди ревность по делу Твоему, ревность по дому Твоему, потому что нет ничего славнее, чем служить Господу, да, есть арена этого мира, да, есть сцены этого мира, и люди сегодня туда рвутся, Господи, но ты дал нам великую честь служить Богу, который над всеми этими сценами поставил свое стеклянное море, где можно там воспевать песнь Моисея и Агнца, и я благодарю Тебя, что Ты готовишь нас на это море, слава Тебе за это, слава Тебе, родной Майгута Лата Плэда Плэжеса, Майгут Раварда Глурик Райс, и дай Господь Него не променять, не променять ни на какие предложения, не променять ни на какую коварную дьявольскую идею, поэтому, Боже, я молюсь о таковых людях, кому-то предназначил там место, чтобы эти места не остались пустыми, о Майгута Флаттер Пиросет, чтобы мы не смотрели там на эти выемки, что не хватает кого-то, Господи, поэтому сам сегодня, сегодня сделай эту обработку сердец и глаз людских, и нас защити, Господь, от всякого тщеславия, защити, Боже, от всякой нечистой мысли, любимой, потому что дай нам память, освященную Тобой, чтобы нам помнить, что Ты даешь рукам нашим, Ты даешь сердцам нашим, Ты даешь устам нашим, Ты даешь разуму нашему быть под покровом Твоих крыл, быть под сенью лица Твоего, быть, Господь, там, где сияние славы утоляет всякий мрак и тьму, и я благодарю Тебя за это, Господи, я благодарю Тебя, родной Майгута Лида Плэжис, я благодарю Тебя, что в этом наша просьба и молитва к Тебе сегодня, а смотри, поющих, играющих, танцующих, молящихся, пророчествующих, открывающих свои сердца когда-то, дающих Тебе право пользоваться сосудами, Боже, потому что сейчас это время, сейчас это время, сейчас это время, когда надо собирать масло в сосуды, сейчас это время, Господи, сейчас это время, слава Тебе за это, слава Тебе за это. Благодарю Тебя, Господь, что в этой ночи Ты с нами, среди нас, и Ты никогда нас не покидал, Ты никогда не оставлял нас наедине с собой, а ты всегда присутствовал в малом и большом количестве, в торжественных и в обычных служениях, но для тебя это всегда торжественно, когда твои дети приходят к престолу славы, для тебя это всегда великая радость, и я благодарю тебя, что мы можем эту радость умножать на небесах, мы можем эту радость усиливать своим поклонением, своим предстоянием и верностью, которую ты ценишь, потому что ты сказал, ад домостроительство требуется, требуется, чтобы он был человек верный. Господь, мы принимаем это требование и хотим на него ответить, а ты благослови нас, потому что без тебя мы это не сможем сделать, любимый, нам нужна твоя верность внутри нас проявленная, поэтому мы вновь говорим о сочетании с тобой, о страхе Господнем, который хотим вернуть прежде всего в церковь, чтобы потом оно пришло как сила, как свобода и в общество. Свобода от лжи, свобода от извращений, свобода от зависимости, Господи, это наша просьба и ожидание, явление этой славы через страх Господень, который стартует через Него мудрость. Благодарю тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья, присаживайтесь на некоторое время. Вы знаете, у нас сейчас выезд был, я попрошу выйти те, кто у нас с выезда здесь присутствует. Не все, но было 21 человек, наверное, такое достаточно комфортное число для выезда. Давайте, поприветствуем молитвенников. Это молитвенники выезжали, это ходатай выезжали. Пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Нет, нет. И вы знаете, на самом деле, слава Богу, за каждого из них, и за тех, кто сейчас не мог доехать, кто-то в своих домах, кто-то уже уехал, потому что у нас было несколько человек с Москвы и с Белореченска, с Царьграда еще, да, с Царьграда, именно с Калининграда. И мы могли в это время проводить вместе с Богом, но трижды мне Бог напомянул одну мысль, которую я сейчас озвучила. Я только ее в конце там озвучила, потому что оно, знаете, как... Ну, мысль приходит, не каждую же мысль я озвучиваю, иначе это будет постоянно говорить надо. Но, по крайней мере, то, что Бог побуждает в молитве делать, то я стараюсь это потом не удерживать. И вот эта мысль о том, что сегодня время собирать масло в сосуды. В каком ключе? Помните там вот такая фраза? Вроде нам все знакомо это слово, но там фраза есть – идите к продающим и купите. Не идите просто под кран поставьте там или где-то кувшин есть, идите налейте домой. Нет, идите к продающим. Имеется в виду, что мудрые тоже покупали, но они покупали вовремя. И те тоже знали, где брать и где купить, но не пошли. Вы знаете, сегодня удивительные откровения могут стать тормозом. В том смысле, что откровение о силе благодати, которая сегодня стала открываться многим людям, что благодатью не надо ничего зарабатывать и так далее, но масло надо покупать. А у людей в мышлении, ну раз благодать меня масло наполнит самой, собой, ничего подобного. Масло как раз надо покупать. Это цена времени, это цена посвящения, это цена финансовая в том числе. И поэтому, когда мы это понимаем, то мы кладем цену за правильные вещи. Тогда у нас с бюджетом все в порядке, с мыслью все в порядке. Потому что разум верный у всех, кто исполняет Божье Слово. И поэтому, когда мы эти вещи начинаем не только слышать, потому что ведь Господь напомнил не просто так, и так настойчиво, мне это дам три раза, три дня были, три дня Он мне это говорил. Поэтому я просто хочу, друзья, поблагодарить Бога за каждого из вас, что вы сегодня кладете цену за масло. Принимайте это масло. Приходя сюда, не будьте закрытыми. Вот еще один момент, да? Можно прийти и проспать где-то на заднем сидении. Ну, допустим, допустим. Не, не допускаю. Не допускаю. Пусть этого не будет. Можно прийти просто понаблюдать, а можно быть участником. И вот участник, он входит под поток, он входит под этот кран Божий и кладет цену. Поэтому я вас благословляю. И сейчас даю микрофончик, чтобы могли свои переживания, может быть, какие-то свои откровения, кто получал, поделиться. С кого начать? С тебя? Ну, давай. Смелее, смелее, давай. Ну, откровений было много, конечно. Не знаю, делиться, наверное. Ну, хотя бы одни поделись. Там-то делилась? Не знаю, как. Хорошо, пусть микрофон спустит. Ну, я, может, откровениями поделюсь после перерыва. Иначе это будет долго. Я скажу впечатление. Знаете, каждый раз есть о чем подумать по-другому, когда выезжаешь. Происходит какое-то переосмысление. Это для меня так. Что-то, что видел раньше с одной стороны, узнаю, что есть еще другая грань. И как-то это очень... Где-то может огорчить, а где-то, наоборот, обогатеть. Я очень вдохновлена зрелостью тех, кто выезжал, молитвенной команды. Для меня это очень такой... Ильеем течет по сердцу. Потому что я ревную, чтобы в церкви было служение, которое поддерживает церковь. Да? Церковь служит очень много, захватывая разные части. А как важно, чтобы были те, которые будут поддерживать эту церковь. Эту церковь, эти служения. Поэтому я, видя зрелость, радовалась. Вот так. Ну, а я сама... Я, наверное, не со стороны, все равно смотрела. Я как-то в гуще, потому что я за все ответственно там была. Вот, как бы... Наш выезд, но и мой выезд. Мой выезд. Поэтому я со стороны не могла смотреть. Когда я с другими служениями еду, я вижу немножечко стороны. А тут я в гуще. Вот знаете, так... Как хорошо и приятно быть братьем вместе. Вот так скажу, кратко. Слава Господу. Просто восхищение. Я хочу сказать, что это было все сверхъестественно. Сверхъестественное прославление. Благодарю Ларису Борисовну, потому что очень было мощно и сильно. Благодарю за эту свободу, сверхъестественную свободу, потому что все танцевали. Я благодарю за сверхъестественные вот эти обнимания. Вот обнимашек столько было. Обнимались, целовались. Но это было так естественно. Это так было естественно. Вот, я не знаю, мы вот просто наслаждались вот этим. За все откровения благодарю Господа. Благодарю Господа, что Он меня ввел в такое свое присутствие, что это не передать, просто словами не передать. Вот благодарность, благодарность Господу. Благодарность Ольге Дмитриевне, что она нас подвела к этому, что она нас помогла нам вот войти в это присутствие Божье. Господь, спасибо Тебе. Благодарю за каждого, кто был, потому что это была сплошная любовь, тоже сверхъестественная любовь. Вот просто я хочу сказать, что не было такого перетягивания, чтобы кто-то на себя одеяло тащил, чтобы кто-то кому-то больше нужно было. Нет, все было настолько прекрасно, просто прекрасно. Спасибо Господу. Ой, наследие, сейчас скажу наследие. Дух Святой меня привел к Иисусу. И я смотрю, а, и говорит мне, плыви, лебедушка. И я смотрю, что я такой лебедь, красивый лебедь. И вижу лебедя, который ждет меня. Вот тоже он ко мне как плывет. Озеро шикарное, красивое такое все. Лилии на нем разноцветные. Но вот настолько украшено все. И потом как-то так со стороны я себя увидела, и увидела, что я какая-то такая огромная, большая лебедь. А потом смотрю, с под крыльев моих выглядывают мои дети, внуки, семья моя, вот как род. И смотрю, тут же молитвенный щит. То есть я молюсь в молитвенном щите за Ольгу Дмитриевну. И вот я вижу народ тоже много-много. И поэтому я такая большая-большая. Я говорю, Господь, я же иду к Тебе за наследием. А тут что-то я со своим выводком таким огромным к Тебе. А он мне сказал, говорит, все Твое – это мое. А все мое – это Твое. Поэтому благодарю Господа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну я не первый раз, и каждый раз это, ну, прям прекрасное такое впечатление. И выхватает на год. Но так здорово. Приезжаешь туда, вот действительно какая-то земля Гесемы, она какая-то отделенная, и ты вообще как будто в другой реальности. Ты забываешь про все, про все эти вот, то, что здесь остается. И там просто вот действительно такая любовь, настолько, наверное, место это промолено, столько там ангелов охраняет, что приезжаешь, ну, действительно в какой-то другой мир. И я так представляю, что насколько будет прекраснее у Господа, когда вот тут такая любовь. Вроде мы всех друг друга знаем, а там что-то прямо из души выходит необыкновенное. Чувство такое каждому. Я очень благодарна Ольге Дмитриевне за вот эту идею. Это просто настолько великолепно, великолепно, потому что когда маленькие церкви, друг друга знают, да, как-то так. Вот мы здесь тоже все друг друга знаем, но там мы как-то вот сплочение какое-то такое, необыкновенное чувство друг к другу. И потом мы привозим сюда, и здесь так же общаемся. И хватает на, прямо вот на год хватает мне это, я так периодически вспоминаю, вспоминаю. Каждый раз я уезжаю, и какое-то вот лично для себя откровение увожу, и оно мне помогает в жизни. Я благодарю Господа, Ольгу Дмитриевну, Ларису Борисовну, всех, и вообще всех благодарю, потому что так здорово действительно быть братьями вместе. Это просто великолепно. Спасибо. Коротко сказать это, ничего не сказать. Поэтому чуть-чуть, надо сказать, чуть-чуть побольше. Да, и то, что вот сейчас поймала себя на мысли, вот сестричка сказала, что ей хватает на год. Я чувствую, что нет, мне не хватает на год. Я чувствую, что нам бы надо молитвенником быть два раза в год, и это было бы хорошо. И летом, и зимой, и тогда бы точно хватило. Вот такое мое сейчас мнение, поймала себя на мысли. Вот, и то, что, конечно, касается выезда, что говорить, что говорить, конечно, прекрасно, все здорово. Все, я себя сейчас понимаю так, что я благословлена и благословилась я так, что, по сути, я даже не ожидала такого. Я понимала, что я буду благословена, но чтобы вот так и настолько, я даже реально вот просто была удивлена Богом. Во-первых, я очень благодарна тоже, что у нас было такое прославление, спасибо Ларисе Борисовне, и вот это правда. Мы так быстро входили в этом потоке вот этого прославления, что просто, ну просто сразу, как-то вот моментально, то есть настолько нас охватывало, вот я так поняла для себя, вот этот вот поток присутствия Божьего, что просто моментально мы были в этом потоке. Вот это присутствие Божье, оно было сильное, оно настолько было захвачено, что вот я реально ощущала, что все, просто сильный поток, вот просто в Духе Святом. И такое вот, знаете, прославление прям казалось вообще необычное. Это точно. Мы веселились, мы прессали, мы обнимались, мы, наверное, где-то влюблялись друг в друга в хорошем смысле, поэтому все, конечно, было здорово и замечательно. Я для себя очень осталась довольна, потому что очень много было откровений. Я просто столько слышала, столько переживаний Божьих, таких откровений, что даже в конце, который я получила, я чуть не расплакалась. Вот, реально была так удивлена, такой радостью. Думаю, Господи, слава Господу, что за этот выезд состоялся, конечно. Слава Богу, благодарю Господу, что Ольга Дмитриевна периодически приглашает. Это слава Господу, великая честь и хвала. И вот то, что было последнее, одно из откровений, я не знаю там по исцелению, можно его, да, если я вот скажу сейчас, вот вы соброжу, что оно меня настолько затронуло, что я его получила и дома стала даже практиковать. Сейчас вот уже время от времени я практикую. Для меня было очень удивительно, что мы поем, ну, песни, выезжая на выезд, вот мы там псалмы поем, конечно, пропеваем. Это все здорово, Богу нравится. Но когда Бог проговорил, что пропевайте не только псалмы, но и вот эти вот, так сказать, псалмы или вот эти вот стерсти, ну, да, по тексту Библии, по исцелению, то вот это было для меня очень, так сказать, удивительно, потому что мне сначала казалось это как-то, ну, может быть, тяжеловато. Нет, вы знаете, я попробовала дома совсем. Да, мастер-классы, жалко, что некому подыграть, там как-то, по-моему, кто-то подыгрывал. Ранами твоими, Господь, мы исцелились, Ранами твоими, Господь, исцелились мы. Ранами твоими, Господь, я исцелена. Ранами твоими, Господь, я исцелена. Кости мои, как молодая зелень, кости мои, как молодая зелень, кости мои, как молодая зелень, молодая зелень. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Господь! Слава Господу, слава! Ему вся честь и хвала. Господи, такое... Вот знаете, что такое благодать? Знаете? А здесь нет, здесь благодать на благодать. Это Бровск. То есть это и помазание, и исцеление, и мед, и вино, и хлеб, и масло, и молоко. Это все в одном месте, вот так вот сосредоточено, вот так прям вот тут. Знаете, Лариса Борисовна видела Вифезду, значит, купальню. Я видела именно там, вот где мы собирались. Она сказала, вот здесь купальня, здесь купальня, все нам говорила. А я видела лестницу Иакова, значит, вверх-вниз, ангелы туда-сюда, и мы вместе с ними. То есть это такое благословение. И действительно, вот благодарно Господу, вот какие-то все действительно зрелые получились мы там. Да, никто как-то не вытаскивал, не вытаскивал никого, вот там что-то мне побольше. Нет, вот все на одном уровне как-то так здорово получилось. И мы доставали там и драгоценные камни. И мы строили вот эту свою хижину из не соломы, не из стены, а вот из драгоценных камней, которые мы клали в основание. Ну, я получилась как ворота почему-то. Ну, в основании знаю, там из золота, из серебро. А из жемчуга ворота, да, и у меня вот достался мне такий жемчуг тарелочкой. Ларисе Борисовне еще больше там жемчуга лежало, ну, по заслугам. И потом вот такой бог мне сказал, Анечке очень большая благодарность за то, что вот она пишет эти послания от папы. Ну, и всем там дорогая, драгоценная, а у меня почему-то многофункциональная. Почему многофункциональная? И вот я дома открыла, размышляю, почему многофункциональная-то, Господи. Ну, вот просто, наверное, потому, что я так поняла, что я могу вложиться, вот у меня есть время, да, я могу вложиться там в елку ангела, ну, поехать с подарочками к детям. Могу там пойти в больницу, да, девочки, возьмите, ну, предлагаю свою помощь. Могут взять, значит, знают. Могу поехать там в интернат. Ну, то есть, вот как, могу своим близким помочь. Вот, наверное, поэтому многофункциональная. Говорю, Господи, ну, это не драгоценная почему-то. Вот так. В общем, большие там, конечно, такие откровения, большие благословения мы там получили. Я думаю, что все, никто не скажет. И как-то все так слажено, и так до двух часов мы чего-то все говорили, говорили. Чего все вроде, вот общаемся, слово Божие читали все вместе. То есть, вот, ну, такая прям благодать. Благодать. Очень советую, кто не ездил, конечно, и кто собирается ехать. Очень, 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 потому что настолько, вы знаете, даже, ну, Господь, понятно, там, ангелы там, купальня там. А мы-то друг с другом, знаете, вот это переливание, переливание. Потому что мы как-то больше сблизились, скрепились, прям вот скрепил. Я прям видела, как Господь скрепляет нас, знаете, вот скрепляет, как цепочка такая. В общем, классно, классно. Спасибо, Ольга Дмитриевна, за ваше сердце, которое просто вот, Бог вот расположил ваше сердце. Я даже не знаю, вот за эти вообще, за эти великолепные дома, за это обслуживание, вот, которое там было. Просто я думаю, что на небесах будет, конечно, больше всего. Но это вот такой маленький кусочек рая на земле, маленький кусочек рая на земле, где мы вот все вместе, где мы понимаем, мы же там не будем одни, понимаете? Мы же будем вот в компании. Вот эта компания, это такой маленький-маленькая такая тренировочка. Как вот нам друг с другом, понимаете? Потому что люди же все разные, а мы вот так можем где-то уступить, где-то что-то не увидеть вообще, где-то просто пройти, ну, какие-то там. Но не было этого даже. Вот как-то мы все слаженно там были. Слава Богу. Благодарю Господу. Да, я ехал на три дня и говорил своей жене, что наконец-то я могу вот от всей этой суеты три дня посвятить Господу. У меня были такие ожидания, что наконец-то все с утра до вечера я буду молиться, петь, танцевать, то, что я люблю делать. И, ну, действительно, это оправдало ожидания. Все было отлично, я наполнялся, получал какие-то направления от Господа. В общем, было замечательно и благодарно всем, Ольге Дмитриевне, всем, кто нас обеспечивал чем-либо. Ну, было классно. Слава Богу. Аллилуйя, Иисус Господь, аминь. Я хочу сказать, вот встречка говорила за благодать. И в Слове Божьем написано, что благодать и истина, они пришли, да, через Иисуса Христа. И что знаменательно, что именно благодать и истина в теле Христовом. Я очень люблю тело Христово, люблю братьев, сестер, люблю переливаться. Вот как мы, когда мы собираемся, вот время в броске три дня, это время перезагрузки, обновления, вот, это перетекание. Это, я вам скажу, даже тест нахождение в вере и в любви. Особенно, когда мы, вот, я не знаю, как кто, но для меня это так. Вот, и я для себя, перед, ну, вот, собираясь, готовясь, все такие, вот, были технические вопросы, вот, и я в решения какие-то, и я себя смотрела, как я хожу в вере, как я хожу в любви. Где-то я сдала экзамен, где-то я не сдала экзамен. И я вам скажу, братья и сестры, мы всех любим друг друга, вот, когда мы на расстоянии, мы можем говорить, я тебя так люблю. А когда мы вот так вместе, и когда нам наступят на мозоль, вот, там вся любовь проявляется, мы видим, насколько мы любим, насколько мы прощаем, насколько мы милуем, уровень нашей веры проявляется. Поэтому очень важно, я благодарю Господа за вот это его план, план, который он, не то что план, а то, что он сотворил церковь, которые врата да не одолеют. Вот, поэтому очень важно, что мы были в теле Христова. Вот, очень важно, когда мы почитаем дары, дар пастыря, когда мы почитаем дары друг в друге. Вот, это очень-очень важно. А мы все одарованы, аминь, все. Вот, и мы все, кстати, нужны очень друг другу, очень, потому что мы друг друга, извините за это слово, чехвостим, в плане, ну, в плане, знаете, вот, как бы, а, корректируем, да, да, вот, корректируем, да, поэтому это очень классно. Ты себя проверяешь, я себя проверяю, а как я вот здесь, вот, правильно ли я поступила, вот, проявила ли я любовь, где мне нужно потрудиться, где моя вера упала, где она возросла. Поэтому, слава Господу, вот, мы счастливчики, потому что мы в теле Христовом, это большое счастье, именно в теле Христовом полнота. Аминь. Иисус Господь. Халлелуя. Простите, что сразу не сообразила, просто не ожидала, что придется что-то говорить. Вот, ну, самое главное, это огромная благодарность просто Господу и всем, кто с участником, и всем, кто позаботился о том, чтобы это все состоялось, и хозяевам, конечно. Вот, откровений было очень много, ну, как, ну, могу вот сейчас, просто вот что приходит, ну, это было, ну, такое единство просто, то, что когда мы славили, когда мы молились, вот, я видела, как вот мы в круг встали, да, и сначала вот как переплелись, как венок, просто был как венок какой-то, да, вот из нас. Вот, мы обнявшись, вот такие были все там, соединившись. Вот, а потом, а, и появилось вот такое огромное сердце, и оно было солнце, это сердце, и там, ну, лучи вот эти. И вот этот венок, да, мы руки все, как бы, подняли, да, вверх, и, ну, вот, лучи вот эти соединились с руками, ну, переживание сильное. Еще одно было сильное переживание, это когда молились за землю, и мы на коленях стояли, вот, и говорили, ну, как-то обычно вверх, да, говорим, а тут как-то на коленях, и как-то получилось вниз, просто пласт вообще вот так вот земли разошелся, и я там чуть ли не знаю, чуть ли не сердце земли увидела, да, и как руки вот к нам, то есть мы говорим, и вот я поняла в этот момент, что не просто, да, вот, как вот даже объяснить-то, даже настолько мы важны, каждый человек, каждый человек, и все, что мы делаем, это настолько важно, что даже каждый вздох, даже, каждый вот просто вот толчок, он резонансом отдается туда, не просто вверх, он даже вот внутрь уходит, когда вот, и что-то происходит по этому действию, ну, в общем, слов не хватает, я не знаю, как это объяснить, но чувство было очень такое сильное переживание, очень что-то важное, я поняла духом, я поняла, как сказать потом созрею. Спасибо. Я тоже очень благодарна за этот выезд, вот, спасибо, Ольга Дмитриевна, спасибо всему тому этому, как усадьбе этой, вот, там вообще такая вот божья теплица, там настолько хорошо находиться, и там погода такая была, здесь вроде нет снега, а там снег, там просто вот совсем другое, даже другая атмосфера, вот, и я получила очень много подарков, и я что-то вот сегодня утром так подумала, думаю, мы, вот лично я считаю, что мы там свое оружие, наверное, как-то, знаешь, подготавливали, чистили, там, или, не знаю, там, если какого-то не хватало, добавлялось, то есть вот, и насчет любви тоже, да, мы как раз, представляете, и попали, это в день любви, да, 14-го был день влюбленных, вот, и 15-го, да, встретение, представляете, то есть вот такие вот прямо даты очень знаковые, поэтому нас, видимо, вот особенно Господь накрывал этой любовью, вот, и друг для друга были мы все вот просто подарками друг другу, вот, поэтому столько всего, вот, знаете, всего не рассказать, что настолько там каждый день были подарки, каждый день сюрпризы какие-то, вообще Господь любит радовать нас, и, знаете, вот я так думаю, что я поняла, что я знаю, где масло есть, да, вот, где его брать, вот, понимаете, мы и за маслом туда ездили, я думаю, так что, ой, еще будем распечатывать, зачем еще ездили, это еще замечательно, вот, спасибо большое Господу, спасибо Ольге Дмитриевне, спасибо всем, кто нас там служил для нас, и спасибо Господу за все, за все. Слава Богу, друзья, да. Я думаю, что те, кто радуется, те попадут, а те, кто просто сидит и думает, ну, ладно. Я хочу сейчас, на самом деле, поблагодарить Бога, потому что мы не накрываем стол, мы приходим к накрытому столу, он его накрывает нам. И даже у нас там такая была собака, дело в том, что у нас там собак нет, но есть несколько дворов, где они есть, и зимой там почти никто не живет, но вот где вот эти собаки, там кто-то живет. И вот пришло две собаки, одна новая какая-то, белая была. Так она, знаете, кто из вас знает то место, вот там, где у нас стеклянные двери, около бассейна, вот она туда ложилась, уши вот так навостряла, и слушала, как мы пели, как мы молились, и не двигалась никуда. Чужая собака вообще. Два дня. Вообще-то удивительно животные. Когда мы пели, она бегала, вот туда-сюда, туда, мы ее видели, то есть она около окна, вот так вот все время. Когда мы пели-пели, значит, она бежала. Ольга Дмитриевна пришла, ну, тоже пела, сперва пела, потом, значит, рассела, стала говорить что-то, она сразу же вот так за стеклом легла, легла, и все. И как будто там изваяние. И вот сколько там говорила, мы общались же. Ольга Дмитриевна сидела, она лежала за ее спиной, вообще не шелохнувшись. Просто удивительно. Потом еще такой момент, можно скажу. Зима, февраль месяц. У нас бабочка. Бабочка проснулась и билась там около окна. Ну, вот же она ее фотографировала даже. Ну, февраль месяц. Я говорю, ты чего? Вот так вот мы ее разбудили. Понимаете? Даже на руку она садилась и все. Вот, пожалуйста, вот животный мир. Вообще удивительно. Два дня эта собака так сидела. Пришел хозяин и не выловить было. Не хотел уходить. Она бегала, бегала от нее, потом уж как-то он ее там и охранял. Если кто-то там ехал, она лаяла. В общем, Господь что-то делает на самом деле. Мы понимаем, что его работа в атмосфере, она меняет даже животный мир, потому что вся тварь, она стенает и мучивается, ожидая откровений Божьих. И вот я действительно, коли она за моей спиной, я не всегда ее видела, но когда я повернусь, прям уши вот так торчали, когда она все слушала. Не знаю, что ей там было слышно, но что-то она слушала. Да. Поэтому я хочу благословить сейчас молитвенников, не только стоящих здесь, а тех, кто сидит в зале, потому что тоже сюда пришли молиться, да? Тех, кто с нами на связи с экрана, чтобы благословить молитвенников на полное размножение. Потому что мы сегодня уже прочитали, если ты живешь в Божьих принципах, то я тебя размножу. И пусть Господь размножает его часть. Давайте поднимемся. Дорогой Господь, я очень благодарна Тебе, потому что мы на самом деле в уделе Твоем не по своему выбору, а по своему согласию, что Ты нас выбрал. Мы благодарим Тебя, что Ты когда-то нас позвал и доверил нам великие свои дела на земле. И я благодарю Тебя за каждого человека, кто уже выезжал и кто еще будет выезжать, потому что это место, это Твое чудо, которое Ты позволил нам сделать. И в этом есть Твоя и высокая рука, и Твоя воля, не только идея, но то, что Ты воплотил. И пусть, Господь, оно работает, доколе Ты придешь, будет работать в Царстве Твоем, потому что это Тебе посвященное место, это Тебе посвященные люди, которые туда приезжают. И я благословляю, Господь, во имя Иисуса Христа полной защитой. То, что Ты нам дал, пусть оно будет под полной охраной и оградой неба. И потому во имя Иисуса Христа да будет проведена линия крови, чтобы там никакие поползновения, никакие змеи, никакие клещи, ни духовные, ни физические, не могли быть проблемой. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас ставим эту ограду из драгоценных камней. Мы, Боже, построили уже то, что Ты нам дал, но пусть это будет размножено дальше. И я благодарю Тебя, что мы можем благословение Твое не только получать, но передавать. И то, что сейчас передавали и в данном случае Твои ходатайи, те, которые были, я благодарю Тебя, что Ты исцелял и исправлял. Ты, Господь, вдохновлял и наполнял. Поэтому пусть это будет сохранено и приумножено. Потому что когда мы относимся к полученному правильным сердцем, то Ты знаешь, как это размножить. Потому что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Поэтому пусть в наших сердцах это приобретение умножает. И умножается плодом, умножаются результатами. И я благодарна Тебе, Дух Святой. Потому что то, что Ты начал, Ты совершишь до конца. Но благослови нас быть в этом путешествии с Тобой. И я благодарю Тебя за каждого. Я благодарю Тебя за Ларису Борисовну, которая взяла эту ответственность. И Ты позволил ей, Боже, на эти хрупкие плечи положил такую великую Твою ношу, но которая становится благословением и для нее, и для ее семьи. Поэтому я благословляю ее сына, где он находится. Я благословляю, чтобы он встал на колени перед Тобой. Я благословляю, Господь, чтобы и невестка, она признала Тебя. И получили они плод, свою жизнь от Тебя, Господь, и рождение детей в этот дом. И я благодарю Тебя, что мы сейчас высвобождаем эту силу Твоих обетований, что благословишься Ты и дом Твой. Поэтому во имя Иисуса Христа род правок благословляется. И пусть ходатайство, которое они произносили и произносят, они будут умножаться в каждой семье, как и Лариса Герасимчук сказала о своей семье. Пусть, Господь, все внуки, все дети будут там, Боже, под покровом Твоих крыл. И я благодарю Тебя, что все наше, оно Твое. Это воистину так, но и все Твое наше. И поэтому мы принимаем доступ к святилища. Мы принимаем доступ к Твоим хранилищам. Мы приняли этот доступ к Зеленую улицу и благословляем себя на земле именем Господнем. И я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, что Ты знаешь, как размножить молитвенников по земле, по земле, чтобы их становилось больше, чтобы молитвы лились из сердца, чтобы был язык, как трость скорописца. И я благодарю Тебя, Дух Святой. Я благодарю Тебя, Равира Прада, Блессер, за каждый звук шафара, который там был. Я благословляю Фаину и благодарю Тебя, Боже, что Ты дал ей протрубить всех. Слава Тебе за это, Господь, что Ты эти каналы прочищал. Слава Тебе, потому что Ты делал это ее голосом, ее дыханием, но Ты, Господь, умножал это, наш звук шафара. Слава Тебе за это. Слава Тебе, родной. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за все молитвы, которые там полагались. Я благодарю Тебя за каждое слово, которое тревожило небо. Я благодарю Тебя за звук голоса, который Твое сердце приводил в движение. Я благодарю Тебя за эту лестницу Иакова, которая стала лестницей каждого из нас, когда ангелы восходят и не сходят. Я благодарю Тебя за Твои данные дары. Я благодарю Тебя за Твои послания. Я благодарю Тебя за Твои откровения. И пусть все эти откровения оживают. И верю, Боже, что Ты заполнял нас своим маслом. И пусть этого масла будет много. Пусть это масло потечет. Пусть оно Господь многих увлечет. Пусть каждому захочется положить эту цену за масло, пока есть время. Поэтому во имя Иисуса Христа я передаю Тебе все молитвы, которые там уже были, на размножение, на размножение, чтобы все Твои чаши, они наполнились молитвами святых и излились на эту землю огромным благословением. Я благодарю Тебя за это, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всем спасибо. Благодарим Тебя, Господь, что Твой Дух в нас. Но Ты не меру и даешь Духа, но по мере веры. Поэтому пусть умножается эта мера. И мера веры, и мера Духа на каждом. Потому что мы хотим принимать расширенные пределы и сердца, и разума, внутреннего мира, чтобы на эти расширенные пределы пришла, Господь, новая порция Твоей благодати и мудрости, и видения и славы Твоей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну что, друзья, давайте поприветствуем наших дорогих гостей. Я думаю, что все знают церковь Бачинский, да? Сразу видно, что Виктор знает. Я приглашаю сейчас пастора этой церкви Олега, а потом его благословенные помощники, молитвенные представители, душепопечители тоже скажут свое сердце. И мы помолимся за город, мы помолимся за их планы и намерения, которые они имеют. И чтобы там состоялось все-таки то, что Бог определил об этом городе. А Он точно определил. Сейчас мы что-то услышим. И еще у нас Женя с Екатеринбурга, скажу так. Хоть она там с Малышева, да? Но все равно там берет ответственность Екатеринбург. Хорошо. Поэтому, пожалуйста, давайте поприветствуем. Слава Богу. Конечно, очень рады быть здесь. Впервые мы у вас. Но мы вас знаем и знаем давно. И мы с Сибири и город Ачинск. Это географический центр. Вот если взять запад, восток, то мы посередине географически находимся. Вот поэтому мы к вам за маслом. Кстати, тоже сюда. Да, спасибо вам за ваше служение, Ольга Дмитриевна, все помощники. Спасибо вам, что вы держите, поддерживаете руки, поддерживаете это служение. Это большое-большое благословение. Но иногда так получается, что большое видно издалека. Иногда, когда мы внутри, мы может быть... Ну, я знаю это и по своему городу, по своей церкви. И когда внутри мы можем что-то как не замечать, да, само собой разумеющееся. Но мы издалека, из Сибири, мы вас видим. Мы вас знаем, и вы имеете огромное-огромное влияние. И вы имеете огромный-огромный плод вообще в нашей церкви. И Ольга Дмитриевна, вот чуть больше года назад, она первый раз приехала в Ачинск. И так все Бог устроил. У нас школа сверхъестественного проходит. И, знаете, есть такие события, есть конференции, которые, ну, прошли и прошли, вроде бы как. Но эта школа, ну, она какой-то такой резонанс дала. И там на служениях, там и бесы проявлялись. Короче, бесам вообще не понравилось, что Ольга Дмитриевна к нам приехала. И потом я куда не приеду, там в течение года, знаете, вот этот какой-то шлейф. А что у вас там было? А что у вас там происходило на этой школе? И я понимаю, что есть такой духовный вес. И я понимаю, что в духовном мире что-то сотрясается, потрясается. И вы все имеете в этом часть. Спасибо вам огромное. И также вот совсем недавно, осенью, в октябре опять у нас была школа. И замечательное было послание о зрелости, об исцелении души. И это сезон такой, когда невозможно, наверное, что-то делать, будучи незрелым, будучи внутренне неисцеленным. И также вот Ольга Дмитриевна учила нас и давала такие очень практичные, практические инструменты, которыми мы пользуемся и будем пользоваться. Поэтому Бог каким-то образом соединяет. И мы разные, конечно же. Мы там в Сибири, мы замороженные немного. Но Бог соединяет, и в этом есть сила. Это, наверное, и так и должно быть. Мы не должны быть одинаковыми. Но когда Бог соединяет нас разных, и что-то сильное, ну как мы опыляем друг друга, да, и что-то сильное получается. Я сейчас смотрел, но участвовал тоже в этом поклонении, когда здесь хороводы крутились. И я, знаете, наконец-то, наверное, понял одно местописание, которое говорит о том, что в Доме Божьем все должно быть чинно и благопристойно. И вот когда вот эти хороводы крутились, я понял, что значит чинно и благопристойно. Знаете, мы иногда… Есть человеческий порядок, а есть Божий порядок. И иногда мы там что-то себе напланируем, поставим какие-то цели, накроем стол, да, как вот Ольга Дмитриевна, сами накроем там что-то. И потом сами это везем, и сами в конце концов устаем, и потом и выгорание отсюда выходит, когда что-то сами. Но когда мы позволяем Духу Святому действовать, тогда что-то прекрасное рождается, что-то естественное. И, наверное, вот я смотрел на брата, вот такой седовласый, не знаю, как вас зовут, мне кажется, Владимир, да, мне кажется, это лон вообще чинности и благопристойности, как он все устраивал. Это лон божественного порядка, и это здорово, когда мы можем вот так вот делать шаг назад, позволять Духу Божьему двигаться, и это легко. Я смотрю уже три часа, как идет молитва, у нас, кстати, семь часов утра уже там, и как-то вообще это все незаметно. Я думал, как мы вообще, да, как мы это выдержим, но когда Бог приходит, тогда все, знаете, у Господа один день, как тысяча лет, и наоборот, да. И спасибо огромное. И я, мы разговаривали с Ольгой Дмитриевной, и, ну, она сказала, что там нужно будет сказать какое-то слово, если есть что-то на сердце. Мы вообще хотели отсидеться, но она сказала, отсидеться у вас не получится. Вот. И одно местописание сразу мне пришло, это книга Даниила, 11 глава. И когда читаешь эту главу, то там с самого начала Даниил, он пророчествует о царях, и там, ну, какой-то беспредел, скажем так. И там такая тема, там какое-то нечестье, там обман на обмане, там один подставляет другого, один кидает другого, там один царь выдает замуж свою дочь, чтобы там какой-то коварный умысел, то есть там ничего святого. И когда читаешь, ну, такая тьма, просто тьма сгущается, сгущается, сгущается. Но там есть 32 стих, и это, ну, я бы сказал, великий стих вообще. И там посреди всей этой тьмы, посреди всего этого беспредела, и сегодня мы, кстати, мы можем, ну, и многие люди ощущают, вот эту, когда тьма сгустилась, сгущается, и когда, ну, порой ты не знаешь вообще куда, в каком направлении, что происходит, одно за другим, одна волна за другой, но там посреди всей этой тьмы есть вот этот стих. Чтущие Бога, они усилятся и будут действовать. Чтущие Бога, они усилятся и будут действовать. И то, что я могу здесь видеть, то, что я вижу там издалека, когда смотрю на вас, я вижу, что насколько вы чтите Господа. И почитание Господа, в чем оно выражается? Прежде всего в том, что это почтение к Его присутствию, это как человека, как мы можем почитать, да, когда мы уважаем, когда нам хорошо, вот в присутствии какого-то человека, и это очевидно, как вы чтите, как вы любите Божье присутствие. И также это способность слушать. Если меня кто-то не слушает, очень большая вероятность, что он меня просто не уважает и не почитает. И вот эта способность слушать Слово Божье у вас на каком-то высоком, глубоком уровне. И вот это откровение, которое вы много лет назад получили о том, что собрать хлеб, собрать хлеб в эти житницы, это об этом, о том, что вот эта способность слушать, способность почитать. И вы чтущие люди, чтущие люди, они усилятся. И то, что я могу также ощущать и чувствовать, как церковь сегодня усиливается, это вот такой сезон, ну как усиление, как Бог соединяет разные служения, как Бог соединяет разных служителей, разные церкви. Церковь сегодня по всему лицу земли, она усиливается. Сейчас есть такой сезон усиления. И как следствие будут действовать, да, вот в этой силе. И, конечно же, мы всегда действовали, да, и будем действовать, но действовать можно на разных уровнях, наверное, в разной силе. И я, вот у меня есть такое ощущение, что приходит время, когда церковь будет действовать в его силе. Не в своих, не логически, да, не в своих пониманиях, знаниях. Мы там все образованные, мы что-то знаем, мы что-то понимаем. Но есть совершенно другой уровень, когда мы делаем как шаг назад, и сам Бог, он выходит вперед, да, когда сам Бог, он действует. И вот последнее, еще одно такое местописание, которое мне пришло на память, это Иов. И мы все знаем, и вы знаете эту историю, книгу Иова, всю его историю, как он проходил все вот эти непростые времена. И в 42 главе, если не ошибаюсь, 8 стих, там Бог обращается к его вот друзьям, и он говорит, вы должны взять животных, принести в жертву, и вы должны пойти к Иову. И Иов помолится за вас, и я приму молитву его. Я не так давно обратил внимание, что в одном из переводов, по-моему, в новом русском переводе, вот эту «я приму молитву его», вот это слово «его», оно стоит с большой буквы. И я приму молитву его. И я думаю, что это неспроста, я думаю, что переводчики, когда они переводили, они что-то имели в виду. Но вот я подумал, может быть, в этом переводе всякое обращение к Иову с большой буквы, я посмотрел нигде, везде с маленькой буквы. И только вот в этом месте, когда Бог говорит, я приму молитву его с большой буквы. То есть, когда Иов, он прошел всю вот эту тьму, когда Иов прошел, все вот эти, и сдал экзамены, да, конечно, он там с Богом припирался, он с Богом разговаривал, но это хорошо, когда мы можем с Богом, а не с кем-то припираться, да. И в конце концов, вот его молитва, его служение, это уже как не его молитва, да, это уже Божья молитва. Я приму молитву его, это уже Божье, это примерно как то же самое, как апостол Павел сказал, уже не я живу, но живет во мне Христос. И вот действовать, усилятся и будут действовать, действовать это уже вот в его силе. Когда наши молитвы, это не просто молитвы из разума, когда наше служение, это не просто там какой-то человеческий порядок, но Божий порядок, да, эти хороводы, танцы, Божье присутствие, почтение. И вот сейчас есть время усиления, и мы будем действовать в Божьей силе. И я хотел бы коротко об этом помолиться. Давайте мы встанем и помолимся. У них в церкви Бачинске два здания. Я хочу, чтобы они еще помолились за то, чтобы нас было размножено в зданиях. Хорошо. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе за Твое присутствие, благодарю Тебя, что Ты соединяешь нас, благодарю Тебя, что Ты устраиваешь все, Ты, Господь, Ты видишь наперед все, Ты все знаешь, и Ты, Господь, созидаешь, Ты строишь свое царство, и Твое царство, оно превыше всякого другого царства. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за этот дух почтения, который есть на этом месте. Благодарю Тебя. Я прошу Тебя, расширь это почтение в нашем сердце. Расширь наше сердце, Господь. переведи нас еще на более высокий уровень хождения с тобой близости с тобой во имя иисуса христа я прошу тебя убери все что не от тебя из наших сердец убери всякие неправильные мотивы убери господь я прошу тебя пусть наше сердце но будет биться в унисон с твоим сердцем я прошу тебя дай нам всегда взирать на тебя дай нам всегда ходить в почтении дай нам всегда ходить в страхе твоем не дай потерять я прошу тебя если кто-то потерял если кто-то утратил это почтение или начал относиться как само собой разумеющимися к тому в твоему присутствию к твоему слову прости нас господь я прошу тебя прости и приди принеси этот страх принеси это почтение принеси это благоговение господь перед твоим словом перед твоим присутствием перед твоей церковью господь я прошу тебя принеси это в нашу жизнь во имя иисуса христа и ты обещал господь посреди той тьмы когда однажды даниилом пророчествовал об этой тьме он пророчествовал об этих страшных событиях но ты обещал господь что чтущие тебя они усилятся и я прошу тебя усилий господь усилий усилий вот эту вот это хождение перед тобой усилий господь нашу вот нашу близость друг с другом господь усилий наши церкви усилий это единство Господь, во имя Иисуса, я прошу Тебя, усиль наши служения, усиль откровения, погрузи нас на новые уровни хождения с Тобой, Господь, пусть Твоя рука, она всегда будет над нами, усиль посвящения, Господь, усиль святость, отделение от этого мира, Господь, я прошу Тебя, усиль, Господь, открой наши глаза, чтобы нам видеть четче, открой наши духовные уши, чтобы нам слышать, Господь, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, и Ты обещал, что усилится, чтущее Тебя усилится, будут действовать и я прошу тебя дай нам служить дай нам действовать дай нам проповедовать дай нам молиться не из своего разума не из своих логических пониманий ну дай нам молиться дай нам ходить служить господь в твоей силе во имя иисуса христа как однажды павел сказал уже не я живу но живет во мне христос я прошу тебя переведи нас на эти уровни хождение с тобой понимание господь понимать как ты понимаешь господь служить так как ты служишь я прошу тебя молиться так как ты молишься господь я прошу тебя во имя иисуса усилий господь каждого из нас и я также высвобождаю вот эту благодать иметь свое здание во имя иисуса христа то что ты дал там ватчинский господь я прошу тебя высвободи этого имя иисуса христа я высвобождаю эту благодать я высвобождаю это благословение господь иметь свое здание иметь место поклонения иметь место господь где будет звучать твое слово где будет твой божественный порядок установлен господь на этой земле я высвобождаю это благословение высвобождаю эту благодать во имя иисуса подними господь твоих твоих помазанных предпринимателей бизнесменов подними господь этих людей которые будут служить которые будут посвящены тебе господь и пусть высвобождены будут все ресурсы господь духовные материальные чтобы это пришло господь и это проявилось во имя иисуса христа здание это место где будет поклонение где будет звучать свое слово где будет спасение людей где будет исцеление освобождения во имя иисуса христа господь и я благодарю тебя за эту честь и привилегию стоять сегодня здесь на этом месте Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе, что мы можем быть частью того, что Ты сегодня делаешь в это последнее время. И Господь, я прошу Тебя, дай нам быть сосудами в чести, годными и благопотребными Тебе на всякое доброе дело. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу. Сейчас Надежда Борисовна и Эльвира Федоровна расскажут нам еще что-то, а мы помолимся, за кафе духовное. Они взяли это благословенное направление и уже двигаются не один год. Да? Вот. И я думаю, что этим тоже благословением надо нам вооружиться, потому что саму технику мы, с одной стороны, слышали и знаем, у нас это передавалось нам, да? Но опять же, количество зданий или места, где это делать, у них есть эта возможность, они ее реализуют. Слава Богу. И поэтому, пожалуйста, я буду рада от Вас тоже услышать. Слава Богу. И потом, когда однажды пастор, он говорит, хочу Ольгу Дмитриевну пригласить на школу. Я глазам своим не верила, потому что это просто какая-то мечта у меня была внутри, о которой я даже и не думала, в общем-то. И теперь я вижу, что Бог, Он как-то вот нас соединил таких разных, вот совсем разных, но это как грани какого-то одного многогранного камня, потому что один дух, тот же дух, тот же прямо чувствуется, что на самом деле вот это место, где ты наполняешься маслом при всей многообразности, у нас как-то по-другому все проходит, но дух один и тот же, и это так сильно радует. И как раз вот эту последнюю проповедь я проповедовала о том, чтобы мы наполнялись маслом, вот сейчас время наполняться маслом. И, конечно, это вот реально место, где ты наполняешься просто. Да так сильно, так здорово. Просто видно, как дары Бог здесь поднимает, что-то такое великое делает. И знаете, вот что бы я хотела сказать на самом деле, что как важно вот наполняться этим маслом сейчас. И быть в молитве, быть в поклонении, быть вот просто верными Богу, быть в Его слове. И тогда как бы ты понимаешь, что происходит. Потому что сегодня многие люди, они просто реально не понимают вообще, в какое время мы живем. Я так благодарна Богу, что он нас как-то раньше готовил к этому последнему времени. И сейчас, ну как-то, ты, как Ольга Дмитриевна сказала, вы благодарите Бога, если вы что-то видите. И я очень благодарна Богу за вашу церковь, за Ольгу Дмитриевну, за то, что мы можем что-то видеть, понимать, вместе двигаться, вместе молиться и вместе друг друга дополнять. Ну, я не знаю даже, что вам сказать. Сказать можно очень много. Но в продолжение того я просто хотела сказать о тех чудесах, которые стали проявляться. Но так как мы служители еще духовного кафе, то есть к нам приходят многие люди из разных городов и стран. И у меня как-то на сердце всегда лежит, так как я служитель освобождения, то мне всегда нужно, чтобы люди свободные были, понимаете, внутри. И как-то в одно время я увидела, что много-много людей, которые приходят в реабилитационные центры, они приходят, уходят, приходят, уходят. И вот как-то, знаете, внутрь прямо такая вот думаю, ну что же сделать, Господь? А как, каким образом вот это вот можно изменить, чтобы вот они пришли, покаялись, встретились с Господом и остались. А их много, и они такие молодые, красивые все такие. И вы знаете, после вот Ольга Дмитриевна к нам, когда приезжала, и обучила нас вот этим моментом исцеления сердца, души. И, знаете, мы проводили это, но это как-то усилило, настолько усилило. И, вы знаете, я просто удивилась, когда вот начала ездить в реабилитационные центры, и как-то, вот знаете, проповедь не идет, вот как-то не хочется говорить ни о чем, а вот свободу мне надо, чтобы каждый получил. И стали мы проводить с этими людьми, которые вот только пришли, бывшие наркоманы, алкоголики и так далее, несвободные люди. И, вы знаете, я вот на третий или на четвертый раз, мы когда приехали, и я просто спросила, я говорю, а кто скажет, свидетельство у кого-нибудь есть, но они, как правило, сидят, все сидят, молчат, все они там. Вы знаете, я столько услышала свидетельств, что и от радости, я готова была там больше их прыгать и скакать, думаю, вот оно, вот оно. Но когда Господь исцеляет сердце, тогда и Слово принимается, и люди становятся другими и могут проанализировать себя. Я говорю, давайте вы сейчас запишите, вот, что вы знаете про себя хорошего и плохого. И вы знаете, и когда вот такие люди сидят и пишут полтетради, списывают, что у них хорошего, плохого, и потом, знаете, и потом это все каким-то образом они промаливают. И я однажды приехала, и мужчина такой в возрасте уже в центре, он говорит, я работаю, разговариваю каждый день с сердцем. Я говорю, это хорошо. Вы знаете, вот, то есть есть такие механизмы, да, которые вот усиливают. Ольга Дмитриевна приехала, она просто усилила то, что вот мы вроде бы проводили, но не было той силы. И я очень благодарна этому, потому что внутри всегда есть, Господи, исцели, исцели наши сердца, чтобы мы были, вот познали Тебя так, как вот Ты нас знаешь. И знаете, это чудо, конечно. Это чудо, когда очень много людей приходит из духовного кафе, и сердца исцеляются, они видят Господа, начинают видеть, пророчествовать, и это радует. И я вот просто хотела бы высвободить, чтобы Господь, Он прям прикоснулся ко всем, с кем мы имеем дело. А дело мы имеем со многими людьми, как-то вот так получилось. И вот хотелось бы вот за это помолиться. Можно, Ольга Дмитриевна? Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Ты такой чудный, Ты такой любящий, и для Тебя нет ничего невозможного. Мы благодарим Тебя и высвобождаем больше Твоего присутствия, чтобы Твоя драгоценная рука, она прикасалась к каждому человеку, кто нуждается в исцелении сердца, в исцелении души. Господь, пусть эта сила Твоя и слава, она высвобождается, прикасается ко многим-многим людям, которые сейчас в этом нуждаются. И пусть после этого эфира они просто поймут, как Ты их любишь. И пусть эта любовь, которая посетит их сейчас, посещает, она высвободится на все те места, где они находятся, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся. Давайте мы благословим сейчас, чтобы Сибирь, она вся жила. И чтобы с центра Сибири пошло и на запад, и на восток, и на север, и на юг, и чтобы захват был действительно огромным. Боже, я благодарю Тебя, что мы сейчас благословляем через этих людей, как точку контакта. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, что Ты уже давал и на том месте молиться и утверждать. А сейчас я благословляю, чтобы эти каналы, они были живыми, они были полностью заполненными Тобой, потому что, Боже, Ты прокладываешь свой газопровод, нефтепровод, у Тебя свои проводы. И мы говорим, Господи, проводи, проводи то, что только Ты можешь сделать из стыковки, Ты укрепляй. Потому что спайка хороша. И я благодарю Тебя за это, Господи. Благодарю Тебя, что мы в этом нуждаемся, мы это высвобождаем и благословляем на то, что уже есть, на размножение. Потому что, когда Ты увидел у Авраама веру, Ты сказал, Авраам, я Тебя размножу. И я благословляю, чтобы эти люди были размножены и в верности, и в стоянии пред Тобой, и в их особых гранях, в сложении поклонения, прославления, молитвы, желания служить людям и на духовном уровне, подкрепляя, восстанавливая. И Ты даешь вовремя все. И даешь инструменты, даешь свою мазь, даешь мед и молоко, чтобы они этим делились. И они щедро это делают. И я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, потому что могла быть и свидетелем того, что делается на том месте. Поэтому, Боже, и это второе здание, которое у них сегодня есть, и пусть оно будет переполнено. Переполнено, Боже, независимо от того, сколько там мест. Но я благодарю Тебя, что мы говорим, весь город приходит в движение. О май гад, Алакина, плада бестас. Потому что там есть жертвенник, который Ты принимаешь. Оттуда принимаешь эти жертвы. Жертвы поклонения каждое утро. И жертвы хвалы Тебе. И жертвы сердец молодых людей, посвященных Тебе. Я благодарю Тебя за те команды, которые там есть. И пусть они размножаются. И пусть усиливается плод во славу Твою. И я благодарю Тебя, Господи. Потому что если Ты вышел, то слабый скажет, я силен. Бедный скажет, я богат. А тем более сильные будут еще укреплены. Потому что Ты сказал, у кого есть, у того умножатся. И потому да умножатся в их жизни. Да умножатся в их судьбах. Да умножатся в их домах. Да умножатся в церкви. И я благодарю Тебя, что мы сейчас их благословляем от имени Господнего. Мы благословляем от престола славы. Мы благословляем из Санкт-Петербурга. Мы благословляем и говорим, Господи, да придет это благословение в реальной силе. И Ты дашь нам слышать добрый слух. И Ты дашь радоваться за все результаты. И мы уже радуемся, но хотим радоваться больше. Потому что у Тебя есть изобилие, у Тебя есть масштаб, у Тебя есть глубина и у Тебя есть влияние. Слава Тебе за это, Господи. Обласен гатра вира крутоседес. Я благодарю Тебя, что острова ужаснулись, потому что Ты сказал слово. Они сблизились и сошлись. Господи, мы здесь сошлись с Сибирью. Сошлись с Сибирью. Здесь, Господи, мы сблизились и сошлись. И я благословляю во имя Иисуса Христа этой стыковки быть хорошей, крепкой и качественной. О май гад, а лавина пледа простас. А всякая одинокая, блуждающая звезда или какие-то одинокие острова, да будут они и сейчас. Научены Господом, что важно присоединяться к этой цепи Божьей. И я благодарю Тебя, Господи. И я благодарю Тебя, потому что соединенные острова, это становится мост. И мы благословляем через океан Твой мост быть построенным. Да будет имя Твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо. Да, и кстати, если вы едете на поезде или на машине туда в ту сторону, Ачинс не проедешь. То есть все дороги в ту сторону ведут через Ачинс. Так что добро пожаловать, милости просим. Будете у нас в Сибири, добро пожаловать. Заезжайте, залетайте. Женя, давай выходи. А у нас есть сейчас из Москвы кто-то мне Саша Ачинс говорил? Есть, да? Тогда после Жени вас тоже будем рады здесь видеть. Слово. Просто сейчас вот видела, переживала, поэтому озвучиваю сразу. Очень глубоко прямо вот это вот соединение. Я не знаю, через вот эти пространства, через тысячи километров, эти духовные связи. Они, вы знаете, разрывают просто все, что я увидела, вот пережила. Вы знаете, стали, лампочки стали, вот зажигаются лампочки. Вот молится Ольга Дмитриевна, лампочки. Прямо на территории, так, над Россией. Вот знаете, среди тьмы свет прям зажигается. Вот как электрические лампочки, они все сверху подвешены. И когда эти лампочки зажглись, такой огромный ковш, он пошел копать землю. Доставать оттуда то, что вот там лежит в этой земле. Это настолько мощно. Вы знаете, такие работы пошли масштабные. Аллилуйя, я прямо... Спасибо большое за возможность говорить то, что Бог полагает в сердце. Я хочу подарить этот букет от служения Стражей Земли. И это есть, как бы, знаете, такое определенное выражение. Я просто, как сказать, с этого начинаю. Есть две, как сказать, направленности, которые хочу выразить сегодня здесь. Вот первое, вот этот букет. Волнусь немножко. Вот. И здесь, знаете, просто я думала, что я по, как сказать, обыкновению подарю белые розы, да. Но Бог говорит, нет, я покажу тебе, какой купить букет. И когда вот я сегодня его увидела, да, то я поняла, что нужно купить этот. И вот сейчас, уже будучи здесь, как бы, он мне объяснил, что это значит. То есть здесь есть два смысла. То есть тот смысл, который был когда-то, как бы, смысл, который имеет место как вложение в это служение, формирование в наше, с вашей стороны. То есть тут много всяких вот цветов. В частности, вот меня привлекли вот эти вот оранжевые цветы, да, герберы, да. Вот. И это есть определенные лучи солнца. То есть Иисус Христос, солнце, правды. Вот я здесь это вижу. Здесь есть что-то наподобие ромашек. Ромашки – это исцеление, которое было привнесено, в частности, вот в мою жизнь и в жизнь служения этого тоже. И здесь есть какие-то интересные плоды, да, которые, ну, как сказать, они есть, и они, я верю, будут еще умножаться и умножаться. И слава Господу за это. Есть какие-то нежные цветы. И для меня это есть олицетворение Святого Духа, то есть его нежность, его сплетение. Это то, что было вложено в нас. И как бы это есть еще вторая часть, да, это как ответ. Ответ то, что это служение, оно молится. Оно молится за вас, в частности. И оно, то, что вложено, я верю, оно отдает и будет отдавать в умноженном, как сказать, проявлении и, как сказать, направлении Божьего Царства. Вот это я хочу сказать. И здесь еще есть такие интересные травки. Я говорю, Господь, что такое травки вот эти? Бог говорит, это связи. Это взаимоскрепляющие связи в теле, которые, я верю Богу. Бог восстановил, исцелил и умножил. И тут много. Вот, поэтому такой вот букет, выражающий почтение. Пожалуйста. Слава Богу. И второй момент, который, когда я сюда летела, у меня было понимание, поскольку служение помазано, молиться за территории, за страны, за континенты и так далее, было понимание, чтобы благословить сердце каждой страны, вот отсюда, с этого места. Вот. И здесь, когда уже было поклонение, вот сегодня я имею в виду, я увидела, давно уже ничего такого ярко не видела очень, корону. Вот она была здесь вот. Огромная такая корона золотая. Она была инкустирована, кстати, изумрудами. Вот. И потом было излияние Божьей славы на эту корону, и через нее как бы стали, как сказать, струиться такие нити, нити-пыль, может быть, как вот облако, да, золотые. Они как бы на нее спадали, и через нее спадали дальше, на вот это вот место. Но я понимала, что это имеет отношение к земле. Вот. И дальше, когда эти нити как бы уже коснулись земли, то от земли стало подниматься, знаете, такие клубы. Клубы, ну, пыль Господь, что это такое? И было такое понимание, что облако, оно поднимается здесь от земли, и оно будет идти дальше. И вот в это время стало звучать такое слово внутри, свят, свят, свят Господь Саваоф. И я понимаю, что это есть определенное проявление Духа Святого, когда Он вот таким образом просто изливается, да, и Он желает вот это помазание. Я не знаю, что это такое за помазание. Я понимаю, что это помазание жизни, помазание исцеления, помазание воскрешения вот в те сердца стран, которые этого так долго ждут. Потому что на самом деле сердца живые. Вот, и я просила у Бога слово для этого момента, и Бог дал вот это слово, Исайя 40 глава, конечно, вы его знаете все. И вот я понимаю, что вот это слово нужно будет говорить сейчас в молитве. Отец сам откроет вот эти определенные нити, каналы, да, через которые он будет касаться сердец этих стран, и это слово будет там что-то производить, пророчески оно будет что-то там производить, давать какое-то воскрешение, новую степень. Воскрешение в эти сердца. И мы не знаем, что на самом деле Бог имеет в виду здесь делать, но мы хотим, чтобы там был определенный результат, стопроцентный Его царство. И слово такое. И знаете, просто у меня был такой вопрос, Бог, как эту молитву выстраивать? И есть такое понимание в сердце, что мы творим молитву вместе, то есть кто-то ведет, кто-то молится на иных языках. Я просто призываю сейчас каждого, кто смотрит в онлайне, кто здесь находится, у кого это откликается в сердце, просто давайте мы сейчас будем вместе молиться на языках для того, чтобы вот это слово, которое Бог желает высвободить каждое сердце страны, оно достигло цели. Аминь. Господь, слава Тебе и хвала. Мы благодарим Тебя, что Ты, Бог, производишь то, что Ты хочешь, Господи. Спасибо Тебе, Господь, что это слово сейчас было высвободено, Господи. Ты говоришь, говорите, говорите к сердцу Иерусалима. И прямо сейчас, Господь, мы говорим в сердца каждой страны. Мы говорим в сердце каждой страны, слушай слово Господа. Мы говорим, что прямо сейчас происходит, происходит состояние удовлетворения за всякую неправду, которая была в Тебе. Прямо сейчас мы говорим, что приходит исцеление, исцеление в лучах славы через Христа Иисуса в каждое сердце. Мы говорим прямо сейчас, что всякий дол в сердце да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господне, и узрит всякая плоть, спасение Божие. Ибо уста Господни изрекли это. Мы благословляем сейчас, Господь, движение Твоего Святого Духа. Мы говорим, что прямо сейчас это излияние славы, излияние открытых небес, оно происходит над каждой страной, над каждым сердцем во имя Сестра Христа. Мы говорим, что оковы, которые стесняют сердца каждой страны, разрушаются прямо сейчас от тука Твоего Святого Духа. Господь, слава Тебе и хвала. Мы благословляем сейчас во имя Сестра Христа движение Твоих ангелов по всему лицу земли. И мы говорим ангел каждой страны, ангел, который отвечает за состояние сердца каждой страны, вставай в позицию власти и действуй, совершай то, что надо на Господу сейчас во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что прямо сейчас приходит это освобождение, это прозрение, мы говорим, что сердца стран начинают понимать и слышать голос Божий, начинают его улавливать. Мы говорим, что прямо сейчас во имя Иисуса Христа открываются глаза, во имя Иисуса Христа этих сердец, мы говорим, что открываются уши, мы говорим, что сейчас открывается это соединение в том предназначении, которое заложено в каждое сердце каждой страны, во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, Господь, твое движение от Духа, мы просим тебя, Господь, прямо сейчас, пусть твое излияние славы, Господь, Отец, Папочка, драгоценный, пусть прямо сейчас твое излияние славы будет опущено в каждое сердце. Мы говорим восстановление во имя Иисуса Христа, мы говорим исцеление, там, где было какое-либо уничижение или разрушение, мы говорим во имя Иисуса Христа, вдвое, восстановление и больше во имя Иисуса. Господи, мы просим Тебя о том, чтобы прямо сейчас это ускоренное состояние исцеления сердец с каждой стороны совершилось, потому что, Господь, мы желаем, чтобы спасение Божье, оно пришло, чтобы пришло это исцеление, реанимация, и сердце каждой стороны пришло это состояние пробуждения, Господи. Мы благословляем движение Твоего Святого Духа. Мы говорим, что прямо сейчас, ангелы пробуждения, идите и трубите, трубите в сердца, трубите в умы людей, трубите в души, трубите прямо сейчас, ангелы пробуждения, вставайте сейчас возле каждого сердца и трубите прямо в это сердце из своих Божьих труб. Это исцеление, это пробуждение во имя Иисуса Христа, Господь, слава Тебе, твори то, что Ты хочешь, Боже. Мы благословляем Тебя, мы говорим, что прямо сейчас врата сердец открываются, мы говорим, врата сердец с каждой стороны поднимите верхи ваши, ибо входит Царь Славы. Кто сеет Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Врата каждой страны, поднимайте верхи ваши, кто входит, кто сеет Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Аллилуйя Бог, слава Тебе, Господь, слава Тебе и хвала Господи. Мы говорим, что сейчас выражается почтение во имя Иисуса Христа, почтение и состояние поклонения Господь в каждое сердце страны во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Твое движение Духа. Мы благословляем Тебя, Господь. Мы благословляем Тебя, Господь. Мы хотим, Господь, исполнить всю Твою волю. Просим Тебя о том, чтобы Ты расширял наши мехи, чтобы мы могли вместить то, что Ты хочешь, Бог, и высвободить это на земли, Господь, Твои, Боже. Чтобы всякая плоть, всякий человек, который рожден сейчас и, может быть, еще родится, Господи, чтобы каждый из рода человеческого приобрел спасение, был рожден свыше, стал Твоим, Господи. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте, друзья, сейчас благословим Екатеринбург и эту местность, эту часть, Урал, потому что там сокровищница российская, но там же и убили царя, и там они уже, мы и сами ездили, и они уже молились не один раз там. Я верю, что Господь сейчас снимает тоже пласты, чтобы это стало малахитовой шкатулкой, чтобы Урал стал вот этим драгоценным местом. И благословим тех людей, которые слушают и молятся за те территории и за другие территории. Женя бывает на этих пенуэлах тоже ездит. Не знаю, будешь ли в Тольятти. Не собиралась, да? Поэтому пусть Господь благословит и это участие. Давайте протянем руки. Господь, я благодарю Тебя, что мы можем благословлять друг друга, и я благодарю Тебя за то, что Ты даешь ходатайственному духу подниматься из этого жертвенника. Я благодарю Тебя, Дух Святой, потому что для Жени это важно, что она не только знает, но она может принимать от Тебя Твои потоки, передавать их дальше, благословением Твоим, Боже, наполняться и передавать. Поэтому пусть всегда проточность, она будет активна, пусть всегда Твоя преображенная природа, она будет умножаться. И я благодарю Тебя, Господи, что когда мы с Тобой общаемся, когда мы с Тобой встречаемся, когда мы Тебе хотим служить, то Ты не оставляешь нас прежними. Ты трудишься глубоко внутри. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, и пусть и люди, которые оказываются рядом, также проходят эту обработку. Потому что нам важно быть плечом к плечу, как Твои камни, живые камни в Твоем строении. А свои камни Ты обрабатываешь не на строительной площадке. Ты их туда приносишь уже обработанными. Поэтому я благодарю Тебя, что мы сейчас благословляем каждого делателя, кого Ты привлек, Господь, в разные команды, в разных местах. И я сейчас благословляю Урал. И я благодарю Тебя, что эти хребты, это те горы, которые мы берем для Тебя. Мы покоряем Тебя, Урал, во славу Божью. О май гад, Алакина Плэжас Прайсис. О равира Калата Сулибаса Плада Плайзер. О май гад, Равира Калипина Платфада Дутестас. О май гад, Лавина Кината Плайзер. Я благодарю Тебя за Екатеринбург. Я благодарю Тебя, что у этого города поменялось имя, но вернулось прежнее. Пусть и область будет свободна. Область мы Тебя освобождаем, как и вокруг Петербурга. Мы освобождаем область также и вокруг Екатеринбурга. И я благодарю Тебя, Господи. Я благодарю Тебя, Равира Прайса, Лотос Садомер Круда Флайс. Пусть святость придет, Господь, в этот город. Пусть Твоя святость разбрасывает там шатры, без всякого стеснения. И колья вбивают. И я благодарю Тебя, Боже. Я благодарю Тебя, что каждый делатель на вес золота у Тебя. Поэтому пусть, Господь, этого золота становится больше. Пусть эта шкатулка Малахитова, она будет выстроена и сможет сохранить всякое золото, которое туда кладешь и драгоценность. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас это делаем в молитве пред Тобой. И мы говорим, вся Россия, она Твоя. Вся Россия, как бы ни была она большой, она Твоя. Она Тебе посвящена. А Ты, Господь, доставай эту драгоценность из всех завалов. Доставай ее, Господь. И производи свои, свои удивительные шедевры, которые только Тебе подвластны. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, потому что то, что Ты начал, Ты совершишь до конца. И пусть дьявол везде проиграет. И я благодарю Тебя за это, Блатканта, Готэс, Сэр, Абит, Прайсер, Лора, Меркира, Фарапанта, Глори, Карабита, Плот, Армира, Крада, Бита, Плэжасон, Лавар, Тарапина, Гитфлада, Бестасон. И да пребудет с нами сила Твоего воскресения, чтобы все Твои мечты, они были реализованы на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, Стас, если коротко, потому что я гостей уже позвала. Или после гостей. Или ты хочешь добавить? Давай, пророческое слово. И вы выходите уже сразу, да? Не знаю просто, как вас зовут, извините, поэтому. Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры. Приветствую вас, дорогие гости из Ачинска. Смотрел все ваши передачи. Потрясающее прославление у вас. Просто слава Богу. Есть пророческое слово. Сейчас, когда молились за вас, я видел видение. Я редко вижу видение, но мои видения всегда бывают очень четкие, грамотные и исполняются. Вы, пастор, стоите в церкви. Прославление, Отче наш. Вы держите огромный-огромный бенгальский огонь. Он горит. Почему бенгальский огонь? Потому что его не может ни вода, ни ветер, ни снег, ничего потушить. И от него разлетаются искры такие. Сыпет вокруг, и улетают далекие такие искры, куда вот большая искра падает вокруг, там начинает загораться пламя. Это там будут ваши миссионеры, будут там в Сибири где-то, будут открывать новые церкви, которые будут гореть. Именно точно так же, как горит ваша церковь, и как наша церковь будет молиться за вас. Спасибо. Спасибо. Да, доброй ночи. Меня зовут Константин. Я из Королёва, Подмосковья, Московская область. Большая честь быть здесь. Ольга Недрина, благодарю. Пастор Олег, мы тоже давно знакомы, но редко видимся. Слава Богу за это место. Знаете, мы приехали с супругой, она не хочет выходить, но сегодня мы гуляли по городу, и вчера гуляли. Мы приехали отдохнуть, просто погулять два-три дня по Петербургу. Чувствуется, что за последние буквально два-три года атмосфера изменилась, и прям интересно так Господь в сердце вкладывает, что, знаете, как, что Он возвращает, какое-то странно так, возвращает посвящение, предназначение для вашего города. Я так думаю, я думаю, а какой образ, говорю Господь, дай мне подтверждение, потому что, как бы, возврат, это как будто было забрано. Он говорит, смотри, не совсем забрано, а как будто, вот представьте себе, что, вот, допустим, храм, реставрация, да, вы понимаете, что такое реставрация, когда храм был сначала построен с определенным предназначением, и там были определенные вот фрески, да, лики. И они потом были замазаны какими-то лозунгами, там, мир, труд, май, да, какие-то клубы, все это замазали, замазали, и сейчас вот как раз в тон, да, можно сказать, сестра из Екатеринбурга, она говорила, вот это местописание, да, что вот, что идет как будто вновь, что-то обновляется, что-то возвращается для города. Вот такое, вот такое пришло в сердце, как будто он что-то вам возвращает, посвящение именно городу и предназначение, потому что посвящение, это значит, я на 100% Божий, да, потому что, когда Санкт-Петербург строился, было предназначение, да, и я слушал Ольгу Дмитриевну, когда она говорила, для меня глаза открылись, я это вообще считал, ну, с детства, нас же как учили-то город Петра Первого, да, Петроград, да, и для меня, когда она начала говорить про апостола Петра, да, и читайте апостола Петра, читайте апостола Петра, я думаю, там же есть немного его посланий, ну, так же и Павла, потому что Петропавловская крепость, да, это же практически было основание города с этого места, послание Петра и Павла для вас, дорогие? Не знаю, вот, вот такое было в сердце вам рассказать, знаете, так же, в последнее время, вот, слышал одну историю, одну притчу, может, кому-то надо это услышать, Однажды был такой раввин известный, Бальшим Тов, в Израиле, ну, он был учитель Израиля, такого высокого ранга, и с ним произошла катастрофа, он в кораблекрушение попал со своей дочерью, и их спас один богатый человек, и он спрашивает, он узнает его, и Бальшим Тов спрашивает, ну, чем тебе помочь? О чем помолиться? Что тебе не хватает в жизни? Потому что я могу помолиться, и Господь, я верю, Он исполнит мою молитву, мое прошение, он говорит, у меня все есть, я член городского совета, я богат, у меня бизнес, у меня все хорошо, вот детей нет, и он такой, ну, ладно, хорошо, пошел молиться, Господь дай ему ребенка, ну, вот так вот помолился, просто вот так вот, отчаянно, резко, и слышит ответ Божий, он говорит, за то, что ты посмел просить того, чего нет, в моей, в моем плане, и моей воли для этого человека нет, чтобы он имел ребенка, я забираю у тебя вечную жизнь. Шоковая ситуация, да? Когда услышал эту историю, я был сам в шоке, но знаете, в этот момент, когда Господь ему сказал, он начинает танцевать, вот как брат Владимир, он начинает танцевать, славить Бога и говорить, слава тебе, Господь, вот этот ответ, он просто освободил меня от каких-то вещей, теперь я могу служить тебе бескорыстно. Теперь уже Бог в недоумении, да, и в таком удивлении, как так? Он говорит, какое сердце, какое сердце? Я и ребенка, и вечную жизнь, просто, ты прикоснулся просто вот к моему сердцу, понимаете? Мы иногда служим Богу, знаете, там, за наших детей, за наших мужей, за себя, за здоровье, да, кто-то за работу, за финансы, но приходит определенный момент в жизни, когда действительно нам надо сказать, Господь, я хочу служить тебе вот такой, какой есть и бескорыстно, да, на сто процентов. Вот это значит посвящение, вот это значит посвящение. Не надо обманываться, Бог, Он не бывает, поругаем, Он видит посвящение, Он видит почтение, да, вот пастор Олег хорошо говорит о почтении, потому что для меня почтение это, я пришел в Дом Божий, у меня есть самолетик в телефоне, у всех же есть самолетик в телефоне? Все, мы в полет, мы отправляемся в полет, не надо мне говорить, если ты, я почитаю Бога, у тебя не включен самолетик на служение, потому что тебе приходит смс, тебя могут позвонить, пусть на беззвучную, ты уже отвлекся, когда ты в присутствии большого человека, твоего начальника, губернатора, мэра, президента России, Владимира Владимировича, я думаю, ты не то, что, ты телефон вот так возьмешь, вот так вот, и все, все, внимание на 100% к Богу. Вы знаете, что Господь, Он может ответить в любой момент, вот сейчас сидите, Господь может сказать что-то. Я однажды был на конференции, вот этой евразиатской конференции веры в 2006 году, и я услышал слышанный голос Божий, слышанный голос Божий, это единственный раз в своей жизни. То есть я услышал 4 слова, ты должен быть здесь, и я теперь там. Ну, прошли какие-то месяцы, полтора года почти, принятие решений, но решение принято, ты посвящаешь себя, ты почитаешь Бога своим решением, потому что ты принимаешь Его волю, и это как жертва, да, как предоставьте себя в жертву в живую, вот это живая жертва, вот это посвящение, вот это мне нравится, это настоящее, это живое христианство, это нерелигиозно, потому что люди смотрят, все верят как-то по-своему, вы как ненормальные какие-то верите, вы как какие-то радикалы, какие-то христианские, просто экстремисты. Я говорю, а как иначе? Мы не умеем по-другому. Ночная молитва – это жертва Богу, это такая же жертва Богу. Мы предоставляем себя в жертву Богу, чтобы Господь пришел на жертву. Вы понимаете, что ночная молитва – это не внешний двор, это не просто прийти, постоять что-то там, помолиться, что-то получить, а это святое, священник только входит в святое, и дальше святое, святое – это когда ты 100%, у тебя табличка, помните, священник одевал золотую табличку, там написано что? Кадош, святой, святыня Господня. Вот что значит ночная молитва, когда мы святые Богу, родные Богу, мы конгруентны, мы совместимы, мы сопоставимы, мы, знаете, как ткани, да, гистосовместимость ткани, мы одно целое с Ним, и тогда мы можем сказать, что я во Христе, да, тогда он же лукавый не прикасается, тогда ты уже не грешишь не потому, что ты себя сдерживаешь, а потому, что ты ненавидишь, да, ты ненавидишь, это чужеродно, когда ты стал однороден Богу, стал вместе с Ним, ты стал одно целое, ты святой, да, ты уже не грешник, ты святой, искупленный в праведных одеждах Иисуса Христа, омытой крови. Вот это живая жертва, ты полагаешь себе, ты входишь через жертву Христа в святое, и ты отождествляешься с Ним, как апостол Павел говорит, да, предоставьте тела. Вот. Вот как-то так. И мы можем, знаете, еще такое замечание, может быть, предложение, я сейчас спросил у брата, у вас есть флаг Санкт-Петербурга? Потому что мы когда молимся, у нас есть флаг Королева, мы поднимаем там такой специфический герб, ну, флаг Королева. И я тоже думаю, у вас флаг России, флаг Израиля, ну, все круто, уровень высокий. Но иногда мы забываем, да, то, что на поверхности, и поднимать вот сейчас вот это возвращаю посвящение и предназначение этому городу. И надо вот за это, может, помолиться, да, Ольга Митриевна? У нас есть этот флаг, но в церкви там. Но сейчас я хотела бы еще кое-что сказать, добавить, да, потому что Королева, как вы знаете, в честь кого? Да, это тот, который как раз все эти космические корабли проектировал, и мне пришлось встретиться с теми, кто с ним работал. И это с академиками тоже, но это удивительные люди, рассказывали, и причем не только работал, а кто эти корабли испытывал. Это уже космонавты. И сейчас вдруг у меня вот эта связка пришла, друзья, что мы из разных мест сейчас, разных городов, но мы все в одном царстве, есть те, которые проектируют, есть те, которые испытывают, есть те, которые являются диспетчерами. И у них была очень интересная между собой договоренность. Это было непростое время, когда любая поломка, она могла стоить жизни, и Королеву в частности. Он же не мог предвидеть, как до конца будет вести себя эта машина. И поэтому, если испытатели давали информацию и говорили, что плохо работало, и там какой-то объем набирался, и это уже могло быть действительно ценой жизни. Поэтому они тайно говорили. Тайно говорили этим людям, которые занимались, и Королеву, и тем, непосредственно с кем я общалась. И даже тогда, когда были неполадки, вот, например, почему я вот эту деталь хочу сейчас сказать, это как раз Мария Попович мне рассказывала, когда они испытывали один корабль, и он падал. Причем падал, и была уже вот эта критическая черта, оставалось несколько секунд до критической черты, после которой они уже не смогут взлететь. И отказал у них вот этот штурвал, или как его назвать, не знаю, в общем, какая-то тяга там перестала работать, и они им не сдвинуть его было, потому что, говорит, это физически нереально. А она сидела с правой стороны, а за этим вот прибором сидел ее соратник, такой же человек, мужчина. И говорит, друг, я понимаю, что все, мы падаем. Он побледнел, опустил руки, потому что смысла уже не было ничего трогать, она не двигалась. И я, говорит, просто крикнула, Господь, помоги. И когда, говорит, я крикнула, я схватилась за этот штурвал, и он поддался мне. И вот за несколько секунд они смогли вырулить. И потом вот эту неполадку надо было решать, и они уже дали ее только непосредственно конструктору, да, Королеву сказали, объяснили, что случилось. Но вот эти чудеса, она говорит, те, кто летают, они не могут быть атеистами. Тем более, если что-то испытывают. И вот сейчас я хочу благословения передать и помолиться за них, а у них взять самолеты. Ракеты, самолеты, все спутники, все, что там делалось. И, кстати, сказать, вот мы сейчас вытаскивали камни, да, у меня там камень выпал рубин, и вот эти спутники, они снабжены рубинами. И поэтому, когда вот затопили станцию, станцию Союз, по-моему, да, которую у нас там затопили, и вот этот человек, который мне как раз делился, он сказал, что я сам ее делал, там она была исправная, и там было столько рубинов, и просто затопили ее в океане. Вот я хочу все это достать. Все драгоценные камни, все летательные аппараты, сверхзвуковые в том числе, они нам нужны. Поэтому вы сейчас помолитесь, а мы потом еще помолимся за вас, и вы нас сразу снабдите этими аппаратами. Друзья, давайте мы встанем, помолимся в почтении, в поклонении Господу. Отец, Папа, возлюбленный наш, драгоценный нашего сердца, ты на престоле, Господь. Мы всего лишь твои дети, но дети, которых ты любишь всем сердцем, ты отдал за нас своего сына. Мы хотим переживать Твою любовь, Твою заботу еще глубже, еще больше, Господь. Мы благословляем именем Иисуса Христа город Санкт-Петербург. Мы просто высвобождаем эту силу, Господь, силу посвящения и предназначения для Санкт-Петербурга. Это Божий город, имеющий Твою мечту, имеющий Твой план, имеющий Твое предназначение. Пусть вся шелуха, которая за эти столетия и последние десятилетия была нанесена на это посвящение и предназначение, прямо сейчас падет во имя Иисуса Христа. Как старая кожа, как просто пепел будет разрушено все, что не от Тебя, Господь. И поднимется, откроются эти фрески, этот план, который Ты изначально заложил в Санкт-Петербург. Это город святого апостола Петра, посвященный Тебе во имя Иисуса Христа. И так же, Господь, я высвобождаю силу ракетного ускорения прямо из Королева на Санкт-Петербург. Сила ракетного ускорения во имя Иисуса Христа. Сила преодолевать земное притяжение. Сила пробивать любую стену. Сила преодолевать всякое сопротивление, которое только может стоять. Во имя Иисуса. Ускорение. 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 Ускорение в финансы, ускорение в ответы на молитвы, ускорение в исцелении, ускорение в служении, ускорение в росте, ускорение в улучшении отношений во имя Иисуса Христа. Ускорение во все сферы. Мы провозглашаем, Господь, властью имени Иисуса Христа ракетное ускорение для Санкт-Петербурга, для этой церкви во имя Иисуса, для каждого лично. Ваши семьи, ваши дома, ваши проекты, ваши планы от Господа во имя Иисуса Христа. Ракетное ускорение. И давайте мы пророчески просто скажем, как тогда Юра Гагарин сказал. Поехали! Аминь. Спасибо. А можно вашу жену все-таки попросить? Помолимся вместе за вас. Господь, драгоценный, я благодарю Тебя, что мы сейчас в лице этой семьи благословляем семьи в стране нашей, чтобы, Господь, они также получили ускорение. Ускорение на взаимоотношения, на понимание, на крепость, Господь. Чтобы каждая церковь стала семьей для тех людей, которые туда попадают. Чтобы это не были, Господь, винтики в машине, а чтобы это были ценности, Тобою данные для каждой, Господь, церкви. И я благодарю Тебя, что мы сейчас благословляем в их лице и город, в котором они живут, королев. Мы благодарим Тебя за этого человека, который был в этой стране, который так много сделал для того, чтобы развивалась эта земля. Мы благодарим Тебя, Господи, что он соединял небо с землей. Соединял этими ракетами, соединял этими, может быть, дерзкими какими-то идеями, но Ты давал их воплощать. Я благодарю Тебя за это, Господи. Я благодарю Тебя, потому что Ты любишь такое состояние риска, которое в доверии с Тобой можно преодолеть. Поэтому я благодарю и за то, что мы можем сейчас снабжать эту церковь, где они служат, всем, что необходимо для того, чтобы семьи состоялись, для того, чтобы слава Твоя умножилась, для того, чтобы это посвящение, оно возвращало Твои планы о городах и странах. Поэтому во имя Иисуса Христа есть предназначение на Петербурге, но есть предназначение на России. А для этого надо, чтобы каждый город вошел в призвание. Поэтому во имя Иисуса Христа мы благословляем города, мы благословляем все регионы, мы благословляем все части этой земли. Слава Тебе, что для нас это так важно и ценно, не оставаться там, где мы есть, но высвобождать Твои благословения на большее. Слава Тебе, что мы можем в радости это делать, благословляя друг друга. потому что успех других – это наш успех. Слава Тебе, потому что в Царстве Твоем не может быть иначе. Успех каждой церкви – это Царство Твое прославляется, это имя Твое возвеличивается. Поэтому, Господи, мы друг для друга под Твоей высокой главой. Слава Тебе, и Ты сказал, чтобы церковь Твоя, которая наполняет все во всем, и эта церковь Твоя, которую Ты определил, когда имеется связь с главой, тогда все во всем наполняется. С жизнью Твоей, ведением о Тебе, защитой Твоей, покровом Твоим. Слава Тебе, Господь! О, Майгат, Алавина, Поливарда, Блессор! О, Равира, Геркамана, Гюта, Левита, Половарда, Блодосон! И я благодарю Тебя, что люди приехали погулять, а наделили нас ракетами. Спасибо Тебе, что даже отдых Ты можешь, Господь, так поворачивать. И мы принимаем от Тебя Твои, Боже, планы и Твои мысли. Потому что даже когда мы спим, Ты трудишься, а уж когда мы бодрствуем с Тобой, Ты тем более трудишься. Слава Тебе за это! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, что баллистические ракеты мы берем! Слава Тебе, родной! Потому что нам надо весь континент, о, Майгута Лайзер, континент за континентом, присоединясь к небесам, Боже! Слава Тебе за это! Слава Тебе! Слава Тебе, родной! И мы принимаем от Тебя эти небесные колесницы, о которых говорил недавно Айбек. Принимаем, Господь, эти колесницы для нас. Принимаем колесницы неба. Принимаем, Господь, колесницы, которые забрала Илью. А мы сегодня говорим колесницы, возвращайте пророков на землю. Возвращайте, делатели неба, на землю. О, Майгута Лакина, Поливарда, Блесс! Вы надобны Господу на земле в это последнее время. Поэтому появляйтесь здесь те, которые ревновали и за эту землю, которые ходатайствовали и молились. Господь, высвободи их сюда, делателями, в эту последнюю жатву. И дай нам стыковки с ними. О, Майгута Лафе, Блессер! Я благодарю Тебя, Дух Святой! Я благодарю Тебя, что подобно звуку, подобно, Господь, мысли перемещения Твоих делателей. Поэтому пусть так будет. Мы берем эту телепортацию для последнего времени, чтобы вся земля была пожата. И чтобы Нива Твоя, которая колосится сегодня, она не осталась в стороне, а была вся собрана во имя Иисуса Христа. Аминь. На самом деле, все, что Ольга Дмитриевна говорила, мы иногда наблюдаем за эфирами, когда есть возможность, потому что у нас ночные молитвы второй год проходят, много плодов увидели тоже каждую неделю, и когда бывают моменты, я просматриваю в записи. И так интересно, что тот год мы прям пахали, пахали. У нас такое ощущение было, что мы пахали. И много нас приглашали ночные проводить, потому что Бог нас повел именно молитва в поклонение. Такое вот в таком русле, в пророческом. Мы двигались весь год, несколько городов ездили, приглашали нас. И Господь нам в январь дал месяц укрепить свои стены. Говорит, чтобы сикилака не было, говорит, не отвоё, сейчас укрепите свои стены. И мы молились весь месяц за семьи. И я включаю молитву, а мы до этого всегда за ходатайев молимся. Вот прям в моём сердце очень сильно Господь дал молиться за семьи ходатайев, за их обеспечение. И мы тут как бы не так много молимся. Я включаю, Ольга Дмитриевна молится. Я говорю, Господи, спасибо. Что есть кто стоит за нас также. Спасибо огромное вам. Слава Богу, друзья. Мы все в одной армии, мы все в одной семье, мы все в одной церкви. И это важно осознавать, что нет конфессиональных сейчас вот этих уделов, а есть одна церковь, и она Божья. И поэтому пусть Господь это утверждает в каждой семье и в каждом сердце. И вы знаете, сейчас мы уже подошли к перерыву. Не знаю, к сожалению, не к сожалению, но мы уже захватываем перерыв. Но я хочу все равно еще помолиться. Я опять свою тему не взяла. На следующий раз ее переношу. Не страшно, но Господь знает. Но я хочу сейчас помолиться с вами о чудесах, которые Он уже творит. Вот сейчас на этих завалах, развалах. Кто из вас наблюдает, то там потрясающие вещи. Когда детей достают и спрашивают, вы замерзли? Нет, меня человек обогревал. Когда вы появились, он исчез. А меня кормили, с нами играли. Либо там вот эти два молодых парня оказались под завалом, и вдруг женщина подходит и говорит, там мои дети, дети спасите их, спасите. Они именно там. И говорит, когда мы пошли, действительно нашли. Одного 18, другого 21 год. Два сына одной женщины. Стали искать мать и не могут найти. А они говорят, да 4 года назад она умерла. И вот вы знаете, вот сейчас мусульмане, которые сейчас там находятся, даже неверующие люди, они начинают каяться, потому что, говорит, они видят, что это чудеса. И вот чудеса и нужны тогда, когда есть какие-то события. И Бог стал их проявлять. И еще одно чудо, да, вот это пробуждение в Америке, которое, я не знаю, сутками они поют, сутками они молятся, сутками они поклоняются. И уже это вот больше недели, это вот, не знаю, кто из них, когда идет спать и когда есть. Удивительно, то ли у них такие партии меняются, или это все одни и те же. Но, в общем, слава Богу. И тут у меня, правда, одна мысль в связи с этим пришла, что Господь готовит эту молодежь, потому что там студенты, эту молодежь до каких-то непростых времен для Америки. Я хочу за них помолиться, потому что сейчас, это вот, знаете, когда это методистская церковь, которая практически они, ну, о дарах Духа кто-то говорит, есть, и я с такими людьми лично знакома, и слава Богу, но если говорить тенденцию, то ее нет внутри церквей. И вот сейчас Бог это поднимает, поднимает и что-то делает, и вот они в таком спокойном поклонении, но они не хотят уходить. Это просто то, что Бог может сделать своим присутствием. И вы знаете, в одно мгновение, те, которые просто там махали рукой, для галочки надо сходить, чтобы им поставили зачет, что они посещали вот эту церковь там в течение квартала или там месяца, но теперь их не прогнать домой. Вот это и на занятия. Занятия отменяют. А на самом деле, какие сейчас занятия? Конец времен. Сейчас надо прежде всего занятия самое главное получить в Божьем Царстве. Получить подготовку, получить образование вот это духовное. Поэтому я хочу сейчас благословить там Америку и благословить вот эти завалы. И когда двухмесячного ребенка достают, а он крепенький и он буквально не похудевший, который там пробыл несколько суток, это просто удивительно. Это просто чудо на чуде. И пусть Господь там их благословит. Небесный Отец, я очень благодарна Тебе, что мы можем сейчас поблагодарить Тебя за эти чудеса, которые есть сейчас там, где горе, где печаль, где боль. Но Ты туда приходишь своими ангелами, Ты приходишь туда своими духовными сущностями. Мы не знаем, кого Ты посылаешь, но они там трудятся, они там собирали и поддерживали. И я верю, Господи, что даже те, которые умирали, они все равно успевали покаяться, потому что приходили к ним также те духовные Твои представители, которые могли принести им эту весь спасение. Я благодарю Тебя, потому что у Тебя столько путей, которые Ты творил и творишь, и которыми Ты творишь сегодня спасение наций, народов. Поэтому, Господи, мы благословляем Турцию, мы благословляем людей, которые в мусульманском поклонении. Но пусть Господь придет прозрение на их глаза, пусть они встанут пред лицом Твоим в благоговении и в трепете, пусть они поклонятся Тебе, потому что Ты хранитель судеб, потому что Ты совершитель дел. Поэтому выбеди из всякого кризиса, и не только Турцию, но и Сирию. Мы молимся и за Сирию, потому что и там сегодня много горя и плача. Но я благодарю Тебя, что и там наверняка есть также чудеса, потому что Ты нелицеприятен, потому что все рожденные на эту землю, это Твои дети. Но сегодня еще не все Тебя узнали, не все с Тобой встретились. Поэтому зайди, Господь, на территории этих земель, на территории этих стран, которые поделили те, которые считают Тебя, имеющим право на это. Боже, но Ты таких прав не давал, потому что Ты сказал Господней земля, и что наполняет ее. И Ты, Господь, определил для каждого место обитания и сроки обитания. И поэтому во имя Иисуса Христа, те, кто переставляет эти границы, те, которые вступают туда, как господин, которые вступают или из-за кадра пытаются влиять на те политические состояния, которые происходят сегодня на планете Земля, а мы говорим, Господи, поставь свои точки над И, расставь свои знаки препинания, и поставь свою точку на финише. Я благодарю Тебя, Господи, я благодарю Тебя, потому что Ты не опаздываешь, а Ты всегда творишь то, что Ты хочешь. И Твое творение, оно действительно удивительно, когда мы видим этот почерк, и мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что сейчас происходит в Америке. Боже, подкрепи тех, которые уже сутками стоят пред Тобой. Пусть Господь приходит замена, потому что Ты знал, как расставлял череды в поклоняющихся священниках, которые ходили вовремя, и левиты приходили вовремя. И потому во имя Иисуса Христа мы говорим благословение и подкрепление тем, которые сейчас открывают порталы над Америкой. Мы благословляем эту молодежь, мы благословляем их родителей, мы благословляем их преподавателей, чтобы там Господь никто не загасил то, чему должно быть. Пусть придет в этом здравость, пусть придет в этом Твой порядок, пусть придет в этом Твое устройство, но чтобы оно пошло волнами и наполняла Америку, наполняла дальше и за пределами, потому что сегодня волны эфира позволяют нам видеть Твою работу и участвовать в этом. Поэтому, Господи, мы благодарим Тебя, что Ты знаешь, как укрепить эту молодежь перед особыми событиями, как укрепить их там, Господи, чтобы они уже знали лично Тебя и лично Твой голос. Поэтому во имя Иисуса Христа мы сейчас благословляем и это благословение посылаем. Мы благодарим Тебя, потому что голос наш не расстилается по земле, а он поднимается в небо, как Твои, Господь, ракеты. Он поднимается туда, как Твои стрелы огненные. И там разворачивается многоголосьем, и там разворачивается Господь Твоей радугой. Лаварда, Глори, Карапира, Прайс, ибо у престола есть эта радуга в виде смарагда. И пусть она сейчас усилится молитвами и благодарностью, молитвами и ходатайством, единством Духа и союзом мира. Пусть усилится это поклонением на небесах. Благодарю Тебя, Бог мой. Благодарю Тебя, что мы сильны нашим Богом. Благословляем предстоящее служение, воскресное по всем церквям. Господи, мы благословляем, чтобы церкви в Ефиле, они поднимались, чтобы хлеб был дан, и вода не иссякла. Майгат Аллакина Плэда Прайсер, чтобы каждая церковь укреплялась от Твоего Духа и знала, что Господь сильный в слове и в деле. О майгат Аллакина Бит Прадо, Фродо, Салэ Бит Прайс. Поэтому мы посылаем хлеб у тех, кому его не хватает, у кого не заготовлено. Пусть и туда будет подаваться пища, Господи. И я благодарю Тебя, что все голодные, все сирые, все разбросанные. А Ты сказала, я соберу. А я соберу рассеянное. А я возвращу угнанное. А я потерянное найду. А я перевяжу пораненное. А я сердце возьму каменное и дам плотяное. Так сделай же, Господь, это преображение наций. Это преображение народов. Сделай, Боже, то, что Ты задумал. О майгат Аллакина Плайза Блэс. Ты сказал, когда я это сделаю, у людей в ушах зазвенит. О, Гатфатор Биро Престас Прайс. Пусть звенит в ушах, Господь. Пусть звенит в ушах. Если мы глухи к тому, что делает дьявол, то мы хотим, чтобы в ушах зазвенело от Твоего действия, от Твоих слов, от Твоих планов, от Твоих влияний. Слава Тебе, Господь. И мы благословляем предстоящее служение и говорим во имя Иисуса Христа. Жизнь умножайся. Жизнь умножайся. В каждом сердце, в каждой душе, в каждом, Господь, сосуде. Да наполнится маслом те, кто рядом, те, кто Господь сейчас, те, которые будут еще участниками и этого Божьего послания, и этой молитвы. Пусть, Господь, масло потечет. Отец, а Ты дал нам этот пример. Собирай пустые сосуды. Собирай пустые сосуды. Даже по соседям пройди. О, Господь мой, слава Тебе. Слава Тебе. И пусть масло течет. И заполняй пустые сосуды этого города, этой страны, этой земли. И за пределами пустые сосуды заполняйтесь. О, мой Бог. Боже. О, канвота пласт. Ты делаешь акцент на этим пустые. Чтобы там не было грязи. Чтобы там не было чуждого. Чтобы было уже все освобождено. И тогда Ты наполнишь. Поэтому во имя Иисуса Христа дай, Господь, каждому выкинуть всякую мразь из своего сосуда. Подставить под струю Твоей живой воды. Чтобы вовремя очиститься. Когда масло течет, заполнится маслом. О, мой Бог. Чтобы светильники не погасли во время глубокой тьмы. О, мой Бог. Это лавина поливарда Брест. И мы, Господь, об этом ревнуем. И благословляем друг друга. И благословляем Господи. Также благословляем каунтер, который начнется с понедельника. И Ты знаешь, Боже, сколько людей сегодня там. Около сотни. Которые придут за Твоей свободой. И мы молимся о том, чтобы это чудо освобождения. Оно приходило к каждому. Чтобы люди в свободе от всякой болезни. От всякого притеснения. От всякой подделки дьявола. Пришли, Господь, и могли вкушать от Твоего небесного хлеба. От Твоего стола. И получать это освобождение. Поэтому во имя Иисуса Христа мы предваряем молитвой это служение. Потому что оно сверхъестественно. Оно Твое. Оно духовное. Оно, Господь, имеющее меч Твой. Обоюдоострый. И потому пусть он работает. Пусть этот меч не вернется без птука, без результата. Спасибо Тебе, Господь, что Ты ставишь печать на все слова сказанные. На все молитвы сотворенные. И на все, что еще будет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, слава Богу. Я благословляю вас коротким перерывом. Я благословляю вас коротким перерывом. Продолжение следует...